Екатерина Александровна, доход бюджета города Москвы в суд на пошлину в размере 12 тысяч рублей. Решение суда в части о выселении, статье системы революционного учета, постановка на революционный учет подлежит немедленному исполнению. Решение суда может быть обжалован в операционном порядке в Московский городской суд в течение месяца не отрадите решение в окончательной форме. Судья всегда их подпись. Вам понятно решение суда? Судебное состояние закрыто, можете быть сломать? В общем, судья, я не понял, а пошлину? 19 тысяч рублей. Это за этот? Почему это так пошли? Потому что не имущественные требования и федерическая деться по 6 тысячам плачут. Мы начинаем наш круглый стол, посвященный программе «Реновация». Мы его так условно назвали «Итоги первой волны», хотя первая волна заканчивается в следующем году. Но некоторые замечания, предложения, критику и так далее мы уже можем высказать сегодня. Программа «Реновация» — это огромный масштабный городостроительный проект. 5 175 домов вошло в эту программу. Более миллиона жителей переселяются и будут переселяться в новостройки. Соответственно, естественно, программа «Реновация» существенно изменит облик нашего города. И то, каким облик этого нашего города будет, в том числе, зависит от нас, от нашей активности, от выражения нашей позиции, как гражданской, общественной, людей, которые являются непосредственно переселенцами по программе «Реновации» или же живут вблизи от строек, так и от экспертов, специалистов, архитекторов, историков, строителей и многих-многих других. Я уверена, что, так или иначе, на этот большой городостроительный проект в каком-то аспекте повлиять мы можем. Потому что, если мы будем молчать, то очевидно, что он будет реализовываться, на мой взгляд, по самому негативному сценарию. На наш сегодняшний круглый стол, конечно же, я пригласила к участию все департаменты, ответственные за городостроительную политику города Москвы. На первом слайде мы заранее направили им практически за месяц эти обращения. Это департамент градостроительной политики, департамент городского имущества, Москома архитектура, департамент культурного наследия, фонд «Реновация» и общественный штаб по контролю за реализацией программы «Реновация». Некоторые не удосужились даже ответить, некоторые написали, что у них не будет возможности или времени. Это плохой сигнал, обозначающий низкое качество нашего госуправления в области градостроительства и нежелание вести конструктивный диалог в интересах большинства москвичей. В преддверии круглого стола мы объехали и прошли несколько объектов реновации, не только уже непосредственно построенных, но и непосредственно строек. Здесь мы выявили ряд довольно серьезных проблем. Сегодня нам говорят, в том числе официально, что некоторые дома переезжают досрочно. Те, которые были включены в вторую волну реновации или даже в третью, переезжают в первую волну реновации. Но вместе с этим что мы видим? Вот, например, строен Соколиная гора, улица Гаражная 3. Несколько лет фактически стройка не велась, не могла вестись по одной простой причине. Не были выполнены инженерно-геологические гидрогеологические изыскания, не был известен состав грунтов, не были известны инженерные характеристики. В итоге, только после того, как сменили подрядчика, провели эти изыскания, увидели серьезное обводнение, полностью поменяли строительный подход, стройка началась. Упущено много времени, очевидно, что дом не будет построен в срок. Есть и ситуации, когда людям вроде как предлагают досрочно переселиться по программе реновации, однако же в совершенно неприемлемых условиях и не на тех, на которых им обещали при вовлечении в программу. Это, собственно, пример известный нашумевший жителей 9-й парковой 57, корпуса 4, корпус 5, которых, помимо их воли, вне очередности их расселения, решили переселить в дом, который не строился по программе реновации, а строился ранее, был выкуплен градостроительным комплексом мэрии Москвы. Здесь довольно была большая работа, и сами жители об этом расскажут. Для того, чтобы восстановить справедливость, они частично восстановили, но это потребовало больших политических усилий и усилий самих жителей. Далее на нашем круглом столе мы хотим обсудить ряд аспектов, связанных с качеством домов по программе реновации, с эксплуатацией домов по программе реновации, а также вообще с тем, как программа реновации влияет на городскую среду, на городской ландшафт, и каким образом она достает, удобство или неудобство. У нас складываются очень странные ситуации. Вот, например, когда уже построены большие комплексы, Измайловский 11, Сиреневый бульвар 4-1, фактически лишены транспортной доступности, хотя мэрия вполне могла бы эту транспортную пешую доступность обеспечить. Мы неоднократно обращались в соответствующие департаменты с просьбой организовать, допустим, нормальную пешеходную дорогу из большого комплекса, который был построен, условно, на месте бывшего черкевского рынка, после чего нам постоянно поступает ответ, что сначала мы все построим, а потом там когда-нибудь сделаем автодорогу, а пешеходы пока пускай там ходят, как хотят, в темноте и прочее, прочее. То есть учета мнения людей, даже то, что мнение людей, а просто учета необходимости комфортного проживания уже сегодня построено в домах, у нас, к сожалению, достаточно мало, и их практически нет. Также мы, посетив стартовые недавно, дома, по реновации не стартовые уже, а недавно введенные в эксплуатацию, увидели тоже множество, скажем так, странных решений, а также очень, на мой взгляд, плохой проработки проектов. Об этом также скажут жители далее. Ситуация заканчивается тем, что фактически территорию топит, не учтен ландшафт, плохая гидроизоляция, проблемы с эксплуатацией домов, проблемы с лифтами, проблемы, в принципе, с управлением такими огромными комплексами. Еще один важный аспект, который мы хотим сегодня отразить, и сегодня присутствуют эксперты, которые, собственно, и расскажут нам о том, что же будет с несносимыми домами по программе реновации. Вот, например, на слайде приведен пример одного из таких комплексов, очень красивый исторический комплекс, 6-я улица, 6-я Парковая. Это поселок Агис, это образцовая типография объединенного госиздательства. Архитектор Вольфсон, 50-51 год. Дома, на самом деле, прекрасные, очень красивые. Кто не был, я очень рекомендую сходить. Это просто буквально как экскурсия. Более того, действующие в районе районный музей Измайлова, такие экскурсии регулярно проводят. Можете следить за их обновлениями. Представитель музея района Измайлова, основатель, сегодня находится у нас в зале, и об этом подробнее расскажет. Мы спросили строительный комплекс. А что же будет в таких вот несносимых домах? Потому что уже сегодня нужно об этом позаботиться. Дело в том, что дома прекрасные, но они руинируются. Они плохо обслуживаются. Жители неоднократно к нам обращали, чтобы их перенесли с третьей волны в первую. И в данном случае это объективно, потому что возможно, что до третьей волны дома просто в нормальном состоянии не доживут. Потому что, как я уже говорила, обслуживание плохое. Что же нам отвечает Департамент градостроительной политики города Москвы? У меня предназначено на слайде. Сказано, что у нас таких объектов 218 домов. И информация о функциональном назначении является служебной и не подлежит разглашению. То есть они что-то там решили. Я подозреваю, что ничего они не решили, потому что никакой информации вообще не было. И иногда складывается впечатление, что это формальный список, несносимый. К моменту, когда я буду расселять, скажу, что ну все, они ветхие, аварийные, придется сносить и строить там какое-нибудь очередное коммерческое жилье. Чтобы этого не допустить, мы сегодня обсудим то, каким образом можно использовать эти дома. Мне подозрение, что у мэрии нет идей. То есть мы им подскажем. Дадим, значит, некоторые идеи. И, естественно, в рамках решения нашего круглого стола отметим, что необходимо публичное обсуждение судьбы вот этих самых несносимых домов, как используют. Потому что я, честно говоря, не понимаю, что это за секретная служебная информация такая. Это касается всех горожан, всего города. Это неадекватно. Ну и, конечно, мы обратили внимание на в целом конструктивные особенности, недостатки, недочеты тех домов, которые были построены в первую волну. Ну вот на слайде у меня пример известного дома Константина Федина, 13. Он очень-очень многоэтажный, 30-32 этажа. Значит, и, собственно, все градостроительные проблемы, все проблемы обслуживания, эксплуатации дома проявились в нем очень ярко и очень ясно. Соответственно, также целью сегодняшней нашей конференции, нашего круглого стола, это обсудить такие конструктивные недостатки, недочеты, провалы и предложить какие-то свои альтернативные варианты для того, чтобы эти типовые дома изменились. Конечно, мы все, я думаю, что согласимся с необходимостью снижения этажности, плотности застройки. Это, наверное, такая константа. Но есть и специфические вещи, в том числе и архитектурные. Ну и, наконец, нам очень много рассказывали о том, что для большого количества людей, которые не вошли в программу реновации, однако на них влияет стройка, потому что огромное количество домов строится буквально в пятне плотной жилой застройки, для них будут реализованы так называемые программы лояльности для участников программы реновации. Но пока программа лояльности заключается в невыносимых условиях, шумных стройках, свет в окна, уничтоженное благоустройство, площадки, спортивные комплексы, озеленение. И для того, чтобы добиться нормального жизни для людей несносимых домов, нам также приходится прикладывать большие общественно-политические усилия. Это, конечно, совершенно ненормально и неадекватно. Мы выступаем за то, чтобы люди, которые не участвуют, не являются переселенцы в программе реновации, не страдали от этой самой программы, для того, чтобы с людьми был постоянный диалог, а не волюнтаристские проведения работ, которые ухудшают качество их жизни. Мы часто слышим, что программа реновации – это так называемая социальная программа, которая призвана улучшить жизнь граждан. Естественно, мы выступаем, всегда фракция КПРФ, за улучшение качества жизни граждан, за улучшение жилья, но также мы выступаем за комфортную городскую среду и за комфортный, удобный, доступный город, не переуплотненный, не супервысокий, а тот, который будет отвечать лучшим современным практикам городостроительства, которым нам подсказывают как специалисты, так и здравый смысл. Естественно, против сверхдоходов застройщиков, вообще крупных застройщиков, которые фактически сегодня эту программу реновации захватили. Мы видим, что другие, как бы мелкие, малые, средние компании, то они допущены. Компании, которые предлагают, допустим, не реновацию, а реконструкцию, мы тоже это будем обсуждать, также не допущено сегодня, мы имеем такой совершенно коммерческий застройческий подход, который нам совершенно не подходит. Уважаемые коллеги, у нас достаточно большое количество участников из разных районов Москвы, также у нас присутствуют депутаты Московской городской думы разных фракций, конечно же, нашей фракции КПРФ, внефракционные депутаты, депутаты фракции Яблок, я по ходу нашей дискуссии буду их представлять. Соответственно, прошу вас придерживаться регламента, чтобы мы все успели выступить и даже успели на какую-то дискуссию. У нас рабочее время два часа. Так, я, значит, первое слово на три минуты предоставляю Суханкиной Дарье Сергеевне. Это как раз житель, который вот благодетельствовали в кавычках внеочередным переселением, но вместо того, чтобы переселить в буквально строящийся дом напротив, решили переселить в дом, который не строился по программе реновации. Дарья Сергеевна, у вас три минуты и просьба, когда заканчиваете, отжимать кнопки, чтобы мы могли других подключать участников, и просьба представляться для стенограммы. Пожалуйста. Суханкина Дарья Сергеевна, дом 57, корпус 5. Реновация началась раньше положенного срока. Не было выделено конкретного объекта под переселение. Нас решили распределить в оставшиеся квартиры по остаточному принципу. Многим повезло, им дали Константина Федина 13. Нам дали дом по улице Щелковское шоссе, дом 90, корпус 1, не предназначенный изначально для реновации. Данная программа была направлена на улучшение жилищных условий москвичей. В нашем случае варианты на Щелковском шоссе и 15-й парковый не улучшают, а ухудшают наши условия. Несмотря на то, что минимальные условия соответствия выполнены, площадь, количество комнат, раздельный санузел, мы финансово и физически не можем позволить себе использовать два транспорта в день. У нас есть инвалиды и малолетние дети, которых доступность до социальных объектов жизненно важна. Всем жителям трехкомнатных квартир 4-го корпуса предложили альтернативные квартиры в других домах. Им были предложены квартиры на 5-й парковой Константина Федина, хотя изначально озвучивалось, что ресурсов в данных домах нет. Мы просим вас индивидуально подобрать оставшимся жителям 5-го корпуса квартиры, не рассматривая дома на Щелковском шоссе и 15-й парковой, ввиду ранее озвученных обстоятельств. Во дворе дома 90-й корпуса 1 у меня была квартира. Так как проживать для меня не представляло возможности в связи с астмой, доктора посоветовали мне переехать подальше от шоссе. Я по ипотеке купила квартиру, он 9-й парковый, дом 57, корпус 5. Реновация тогда еще, ну как бы не было реновации по этому дому. Прожив там год, было собрание о том, что голосовали за реновацию. Я хотела отказаться, но представитель уверен, уверил нас, что это будет в рамках микрорайона и что в шаговой доступности будет новая квартира. Поэтому я согласилась и подписала этот акт. Мои несовершеннолетние дети являются собственниками тоже. Они учатся в школе, я посещаю поликлинику, они ездят до разных социальных объектов. Им нам необходимо метро. В связи с этим была куплена эта квартира рядом с метро. Сейчас дают в двух километрах от метро, что в принципе неприемлемо для нас и для всех оставшихся жителей нашего дома. Да, спасибо большое. Прошу дополнить Солоченко Юлию Владимировну. Это также жители, которые переселяют на вот это Щелковское шоссе 90-й корпус 1. Отмечу, что после политической кампании, после мэрской кампании, когда кандидат в мэр от КПРФ Леонид Зюганов посетил наши районы и в том числе получил обращение, связанное вот с этим беспределом, далее дальнейшая наша работа Московской городской думы, ну и, собственно, активность самих жителей в некоторой степени эта проблема сдвинулась и начали предлагать нормальные квартиры в домах, которые были построены непосредственно по реновации. Но отмечу, что проблема до конца не решена. Уверена, что всем должны предоставить нормальную квартиру, не ухудшающую их условия, согласно обещаниям по вовлечению в программу реновации, а не пытаться, значит, кошмарить, по-другому не назову, людей через суд. Юлия Владимировна, у вас две минуты. Да, Юлия Владимировна Солодченко, 9-я парковая, 57, корпус 5. К сожалению, да, мы попали вот в эту ситуацию, когда нас пытаются переселить на Щелковское шоссе. Мы физически, я, моя семья, оставшиеся квартиры, не можем теоретически даже добираться от Щелковского шоссе до поликлиники, в которой мы очень сильно нуждаемся. У меня бабушка 39-го года рождения, ребенок войны. В условии, которые нас запихивают, это ужасные условия. Три окна выходят на Щелковское шоссе. Жить там невозможно. Мы посмотрели квартиру, открыли окно, мне муж что-то сзади меня говорит, я его не слышу. Это такой шум, это было 5 часов вечера, не час пик, шоссе не было загружено. О том, что там дышать, просто нечем людям. Ну, это даже говорить нечего. И сейчас мы, опять же, повторюсь, беспрепятственно добираемся до социальных объектов пешком, абсолютно спокойно. Пересъехав туда, мы будем просто полностью всего этого лишены. Спасибо. Да, спасибо большое. Теперь мы переместимся в район Лефортово. Гладкова Марина Геннадьевна, это житель района Лефортово, которая переехала в дом, построенный КПУГС. И это был один из первых домов, даже, возможно, первый, которому очень много замечаний. Ситуация, на самом деле, в чем-то похожа на ЧОВК 690, корпус 1. Пожалуйста, Марина Геннадьевна, 3 минуты. Благодарю вас. Всем добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотела поделиться своим опытом переезда из дома на 2-й Синичкиной 9 в дом 5. Спасибо. Итак, так как я представляю научное сообщество, у нас очень важна терминология и определение, которое используется. Я бы хотела подчеркнуть, что, во-первых, нормативно-правовое регулирование программы довольно смутное. И такое создает многие серые пятна. То есть не определено понятие семьи. Являются ли три семьи с тремя разными фамилиями, потерявшие связь 4 поколения назад и проживающие на одной как бы коммунальной квартире единой семьей? Программа не дает на данный момент ответ. Кроме того, хотел бы подчеркнуть, что мои родители еще до моего рождения с 1996 года состоят на учете по улучшению жилищных условий. Так вот, закон номер 29 от 16 июня 2006 года, он просто уравнивает весь жилищный учет, который был еще со времен СССР, когда новый жилищный и гражданский кодекс не вступили в законную силу. И создает тоже очень много неясных моментов. Кроме того, терминология равнозначной и равноценной квартиры. Здесь скриншот просто с сайта реновации, где также данные термины трактуются только в интересах организаторов данной программы и никогда не в интересах жильцов и переезжающих. Кроме того, конкретный пример. Наша прошлая квартира, 37,2 метра квадратных общей площадью жилой, куда переселялось изначально в 1966 году пятеро человек. Из этих пяти человек осталась живых только моя мама, соответственно, семьи уже давным-давно разделились. По факту сейчас переселено 8 человек, 3 семьи на единую жилую площадь общей площадью 39,5 метров квадратных. При том, что одна из больших комнат даже теряет в площади, как мы видим, 14,3 квадратных метра против 18 в прошлом. И также в новой квартире присутствуют две темные комнаты, которые просто сжирают пространство. Их невозможно переоборудовать и переобозначить для другого использования. Здесь, для примера, по опыту моих знакомых, так как у меня еще опыт проживания был в квартире служебной в Новощукинской 8, тот же реновационный дом от фонда реновации, также часть соседей, которые долго отказывались, которых также принуждали, как нас, но все-таки им повезло больше, переехавшие на проезд Шелихова. И квартира в Перово, вот супруг Николаевой, которая наша соседка, также получила улучшенную квартиру. Мы видим и разницу в метраже минимальном, и разницу в этажности. Как мы понимаем, этажность должна обеспечиваться предоставлением необходимой инфраструктуры. Но этого, к сожалению, тоже не наблюдается, потому что, как видно и с фотографий на сайте фонда реновации, и моих собственных фотографий, территории у дома просто нет, она отсутствует. Не предусмотрена ни парковая зона, как это видно и легко установить, как с Яндекс.Карт, так и со спутника, так и детские площадки, так и паркинг. Сейчас следующий слайд. Здесь я, наверное, не буду останавливаться на видео, но вы можете видеть, что вот эта якобы парковая зона на самом деле неблагоустроенная заброшенная территория. Вот она, классная территория, дом. Так, переключаем на следующий. Здесь также можно видеть, что парковочные места отсутствуют, только пять общих парковочных мест на два дома с соседней пятиэтажкой. Здесь очень яркая фотография, которая также отражает несостоятельность вообще отделки инженерных работ, потому что первые две фотографии слева – это вообще в рамках первичного показа. И там можно видеть даже представителей филиала программы реновации, который был в доме организован. А это фотография спустя год, когда затоплены первые цокольные этажи. В доме до сих пор сырость, невозможно находиться, пахнет асбестом и очень тяжело дышать. Также видны неточности, нечеткости инженерной ошибки отделочных работ. Здесь я даже не буду комментировать. Батареи, выходящие из потолка – это не единственный пример. Далее переходим уже к конструктивным особенностям квартиры. Как можно видеть, тоже проживание восьмерым людям не предоставляется возможным. Очень маленькие комнаты, наклон стен, трещины и вспенившиеся обои из-за подтопления, также грязные отделочные работы. Здесь, для примера, санузлы из другой квартиры трехкомнатной на проезде Шелихова. Мы видим, что два санузла лучше по площади против нашего санузла в доме 5. Также хотелось бы отметить, к сожалению, оказанное давление в рамках программы реновации, в принципе, нарушение всего процесса и коммуникации, организации информационного центра и возможности использования дополнительных альтернативных вариантов, покупки машин и места и прочих льгот, которые заявлены в программе, но, к сожалению, никак не реализованы. Для нашей семьи непосредственно программа реновации вылилась в два судебных разбирательства, первый от департамента и второй уже в рамках жилищного спора, возникшего с соседями, потому что, по факту, сейчас мы проживаем в коммунальной квартире восьмером, которая не признана коммунальной, разумеется. Ну и здесь, напоследок, вы можете ознакомиться. Я также давала комментарии московскому издательству касаемо, собственно, нашей квартиры и вот один из примеров инженерных решений с правым нижним углом. Большое спасибо за внимание. Да, спасибо большое, Марина Геннадьевна. Далее я слово предоставляю депутату Московской городской думы, фракции КПРФ Павлу Тарасову, который непосредственно представляет в том числе район Лефорта в Московской городской думе. Ну, три минуты, хватит? Ну, постараюсь, да. Ну, возвращаясь к предыдущему выступлению, в эти пять парковочных мест входит еще два парковочных места для инвалидов, чтобы понимать, да. То есть это, в общем, тоже такая интересная картинка. В целом, программа реновации, что можно сказать после того, как она, ну, пришла в наши районы? Первое, это невыполнение обещаний. Мы все помним, когда начиналась программа реновации, когда большие дискуссии шли, нам обещали 10 этажей. Я не видел ни одной 10-этажки по реновации. То есть все обычно минимум вдвое выше. Второе, расселение очередников. Тоже на словах все было, в нормативке этого не оказалось. По факту, нет даже рядом. То есть даже там, где сложности со вселением, все равно это все игнорируется. Даже те люди, которые по 20 с лишним лет стоят в очереди, им говорят, это ваши проблемы, реновация – это не про улучшение жилищных условий. К сожалению, судебная практика такая же. Расселение коммуналок. Ну, по-моему, тут можно сформулировать только одну фразу «мечтайте дальше». Вот отношения, то есть, может быть, расселят куда-нибудь под Калугу, но в рамках общих правил расселения коммуналкам ничего не светит. Следующее – это отсутствие внятного выбора. Особенно для тех, кто идет в первой волне. Вам говорят, да, вам три ордера дадут, но это в одном доме с разницей в один этаж. Да, то есть вас не устраивает первый этаж, но мы вам второй дадим. Да, вас не устраивает, что у вас окна выходят на помойку, но мы вам с тем же видом на помойку следующий смотровой ордер выдадим. И в целом в остальных вопросах точно так же. Отсутствие возможности докупки. Сколько рекламировал, что вот со скидкой возможность докупиться. Ну, я уже устал там по одному из наших адресов писать в департаменты. Человек трешку хочет докупиться до четырехкомнатной квартиры. Ему говорят, извините, у нас до ста квадратных метров, которые положены, ни одной четырехкомнатной квартиры нет, а больше ста квадратных метров мы вам не обязаны предоставлять. Поэтому, извините, подвиньтесь. Вот, к сожалению, общая практика того, как относятся к людям с этим вопросом. Про отсутствие парковок я сказал. Вселение нескольких семей в одну квартиру, то есть даже в одну комнату. То есть люди живут в одной комнате уже давным-давно, это не одна семья, но их все равно вселяют туда же, несмотря на все разумные требования. Следующий объект культурного наследия. Выселять, ну, реновация в этих по-другому проходит, а потом вселяют других людей. Люди говорят, а можно мы потом вселимся в собственное жилье? Они говорят, нет, у нас маневренного фонда для вас нет. Фактически мы же понимаем, да, что хорошее историческое здание после ремонта будет стоить совсем другие деньги квартира. Ну, и ключевая проблема – это абсолютное безразличие к проблемам москвичей. То есть вот что ты не пишешь, какие разумные аргументы не приводишь, абсолютная глухота, то есть ощущение, что им платят за отписки. Ну, может, в каком-то смысле так и происходит. Общий вывод, что реновация – это коммерческий проект застройщиков, близкий к органам власти. И вопрос в мотивации, почему представители органов власти дерутся это так, как будто это их личные деньги. Ну, в общем, наверное, вопрос скорее для правоохранительных органов. К сожалению, доказательной баллы за у нас недостаточно. Спасибо. Да, спасибо, Павел Михайлович. К сожалению, все пункты, которые перечислила, имеют место, и мы сталкиваемся в своей работе регулярно. И отказ в докупке, и никаких тебе 6-14 этажей. И когда пытаются снять с очереди, когда нужно расселять людей, чтобы только, не дай бог, не дать им еще лишние метры, такое впечатление, как будто они от себя отрывают. Ну, оставим это за кадром, почему так происходит. Но тоже правоохранительные органы, наверное, должны этим заинтересоваться. Значит, далее хочу предоставить слове Петровой Анастасии Сергеевны. Это основатель, руководитель музея района Измайлова. Здесь мы как раз перейдем к вопросу реновации без сноса. И сейчас именно остановимся на ситуации и судьбе несносимых домов, тех самых, в которых нам градостроительный комплекс говорит, что это секретная информация, как мы будем использовать для служебного пользования. Да, пожалуйста, Анастасия Сергеевна, 5 минут. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Петрова Анастасия. Я представляю музей района Измайлова. Одной из миссий нашего музея при его создании изначально являлось сохранение архитектурного наследия нашего района, независимо от статуса объекта культурного наследия, есть он или нет. И той городской исторической среды, которая в районе сложилась. И вот программа реновации, она нас очень беспокоит, поскольку она как раз непосредственно затрагивает ту самую среду, за которую мы, в общем-то, ратуем всеми своими силами. Был у нас список, буквально отстояли список, ряда зданий, которые проходят по программе реновации без сноса. И вот эти здания мы проклассифицировали, и я сегодня хочу вам представить наши мысли по этому поводу. Существует такой вид зданий, попавших в программу реновации без сноса, как вот вы видите на кадре, отдельные здания, имеющие локальную историческую или историко-художественную ценность. Вот, например, здание по 2-й предельной улице, дом 10. Это конец 19-го, либо начало 20-го века, как мы его датируем, а по публичной кадарской карте это и вовсе середина 19-го века. Или следующий дом – это фрагментарно уже сохранившийся поселок МВД послевоенной архитекторов Аникина и Закова. Безусловно, мы считаем, поскольку еще нет примеров реализации программы реновации без сноса, мы считаем, что вот эти здания должны быть сохранены полностью, их внешний вид, их объемно-пространственная структура, то есть они должны сохраниться без изменений. В этом плане к ним должны быть предъявлены, ну, как бы те же требования и проведены такой же подход, как к тем зданиям, которые являются объектами культурного наследия. Это вот наша такая мысль и, можно сказать, требование, потому что эти здания являются действительно историческим наследием нашего района. Существуют еще более ценные объекты, которые вошли в программу реновации без сноса. Это ансамбли, элементы ансамблей, которые также имеют локальную историко-художную ценность. И вот здесь я хочу привести пример шестой парковой ансамбли, вот как раз поселка Объединенного государственного издательства архитектора Вульсона. Безусловно, здесь подход должен быть еще более серьезным, поскольку каждое здание рассматривается и отдельно как такой объект, имеющий ценность, и плюс еще вместе это рассматривается как ансамбль, включая объекты, например, ограждения, двора и прочее. То, что может подвергнуться опасности. И вот на нашем заседании я хочу отдельно ваше внимание привлечь к тому, что подход к этим зданиям приближается к подходу работы с культурным наследием, к подходам к работе именно с такими объектами, которые имеют статус объектов культурного наследия. Ну и вот здесь наши выводы. Сохранить объемно-пространственную композицию, то есть не надстраивать и сохранить полностью внешний облик. Также есть здания, которые не имеют такой какой-то художественной ценности, но они являются элементами сложившейся локальной среды. Это их зданий, таких у нас два, по программе реновации без сноса. Это бывшее общежитие Мосгорпроекта. Безусловно, они ценность, их внешний вид представляют минимальную, но как объекты сложившейся среды, они должны сохраниться. Мы предлагаем у таких зданий прежде всего сохранять этажность. А вот с фасадами можно играть по-разному, и бизнес нам уже подсказывает, это вот те же самые общежития, которые бизнесом были реновированы. Здесь даже бизнес нам показывает решения, как с ними можно работать. В данном случае мы считаем допустимым изменение фасадов. Ну а этажность предлагаем все-таки сохранить, плюс там один-два этажа мансарда. Ну и в заключение я хочу сказать о принципах приспособления, использования этих зданий. Прежде всего, это, конечно, мы предлагаем размещать в них социальные объекты, которые нужны району. То есть определить список таких объектов детских садов, музыкальных школ, там, не знаю, что-то такое. Во втором, вторым пунктом жилые объекты, то есть вернуть им все-таки жилую функцию этим зданиям. И уже в последнюю очередь это могут быть офисы, потому что, как вы знаете, когда офисы размещаются в жилой среде, да, это парковки, это курьеры, это движения, жилые дворы начинают деградировать. И здесь мы предлагаем при приспособлении сохраняемых объектов учитывать, безусловно, что они находятся в жилой среде, и чтобы двор жилой не деградировал, и жители непереселяемых домов от этого не пострадали. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Да, спасибо огромное, Анастасия Сергеевна, да, полностью тоже согласна с вашими выводами. Мы надеемся, что мы сможем выйти на диалог какой-то с исполнительной властью, они не будут от нас скрывать назначение. Должно говоря, вот это сокрытие, уже кажется, что что-то нехорошее задумали. Кроме указанных социальных объектов, жилых объектов, можно в таких несносимых домах размещать и мастерские художников. И пострадали от реновации не только жители, которые живут рядом, и жители, которые не хотели пережать свои пятиэтажки, но и в том числе сообщество художников наших. И я сейчас попрошу включить видеозапись художника, члена Московского союза художника Дениса Рудых, активиста района Северная Измайлова, района Преображенская, которая, к сожалению, сегодня по работе не смог принять участие. Однако просит особое внимание нашего круглого стола обратить на ситуацию с мастерскими художников. Сергей Семенович Собянин говорил, что ни один художник на улицу не будет выгнан, когда мы инициировали общественную кампанию по поддержке художников Московского союза художников. Однако же на практике никаких помещений художникам предоставлено не было. Все, что они смогли в итоге получить, это только выморочный фонд, но когда пожилые художники, к сожалению, они у нас покидают и какие-то освобождаются мастерские. Но, естественно, это противоречит обещаниям, которые давались. Пожалуйста, попрошу поставить ролик Дениса Рудых, он буквально на минут 30. Добрый день. Меня зовут Денис Рудых, и я один из многочисленных пострадавших столичных художников от программы «Реновация». Несколько лет назад департамент городского имущества в одностороннем порядке с нарушениями расторг договора аренды Московским Союзом художников, нежилых помещений для творческой деятельности его членов у города. Несмотря на официальные заявления мэра, более 30 художников, пользовавшихся мастерскими в Северном Измаиле, были их лишены. Они были вынуждены все свои произведения, инструменты, вещи, необходимые для работы, в срочном порядке увозить свои квартиры на дачи, передавать на хранение знакомым. Менее ценное выкидывать на помойку. Творческая жизнь у художников была прервана, у многих остановлена. Надо сказать, что эти мастерские были специально в советское время спроектированы, оплачены и построены художественным фондом, организацией, подчиняющейся Союзу художников СССР. И таких помещений в Москве большое количество. Прецедент в Северном Измайлово открыл путь департаменту городского имущества к незаконному отъему арендуемых нежилых помещений у художников без предоставления им по закону компенсационных квадратных метров, как это делалось, например, в отношении бизнеса. Кроме того, в советское время на работающих членов Творческих Союзов, таких как художники, писатели, еще распространялась норма на предоставление дополнительных квадратных метров к жилой площади, для того, чтобы они могли работать или хранить библиотеки, инструменты, произведения и вещи. Осенью этого года начались так называемые публичные слушания, которые преследуют цель отменить эти забытые нормы 30-летней давности, видимо, чтобы пореноваться и не предоставлять творческим людям то, что им положено. По сути, осуществляется уничтожение профессий художников, графиков, живописцев, прикладников, скульпторов, писателей, поэтов. Да, к сожалению, ситуация с Творческими Союзами, организациями их представителей печальная, и, как я считаю, что город их вообще не слышит и игнорирует. Эта ситуация должна быть изменена. Я думаю, что мы все с вами, в том числе депутаты, должны этому активно содействовать. Далее я хочу перейти к теме, а есть ли альтернатива. Вот нам говорят, что вариантов нет, мы только давайте будем сносить дома, строить человейники, и вот больше вообще ничего градостроительной сделать нельзя. Однако же можно. И первое слово я хочу предоставить Лурье Дмитрию Борисовичу, активному жителям района Преображенское, три минуты. Дмитрий Борисович, пожалуйста. Добрый день. Район Преображенское в реновации совершенно стоит особняком. О нем никто ничего не знает, он полностью забыт, хотя история реновации в нем совершенно уникальна. Начнем с проекта 2007 года, не 2017, а 2007. Проект этот был, ну, позже он был замотан, хотя стартовый дом был даже построен, впрочем, двадцатиэтажный. Вторая история, это уже 17-й год, когда район вначале бодренько включили в реновацию, а потом из нее исключили. В течение, и это район уникальный, таких всего три в Москве. Но в реновации оказались 14 домов, из которых 9 – это в основном дома постройки до 1940 года, как конструктивистские, так и вообще уникумы, но в основном конструктивистские. На момент начала реновации в районе стояли выселенными, ну, примерно штук пять конструктивистских домов, ну, для понятия, вот в них можно уже было переселить при реконструкции треть четверть всех нуждающихся в этом переселении. С самого начала этой реновации по моей инициативе местные депутаты, в том числе от «Единой России», то есть мы совершенно никого не ругаем, выступили с иноциативой о реконструкции некоторых домов для цели реновации. Ну, вот нам уже говорили, что дома имеют самые разные статусы, там были и статусные, и не статусные дома. В конечном итоге те дома, которые мы предлагали реконструировать для цели реновации, составляющие очень важную часть видовой панорамы района, исторической, но это особая история, они простояли выселенными еще шесть лет, и сейчас, естественно, использование их для реконструкции и переселения вызывает большие сомнения. В итоге они, как это ни странно, попали в стартовые площадки, и там собираются строить дома, ну, достаточно ограниченной этажности, то есть в последнем варианте рефигурировал один корпус то ли 6, то ли 8, другой то ли 10, то ли 11. Так вот, мы задавались всегда вопросом, а возможно ли провести реновацию без сносов и строек? Да, в таких районах, как наш, это вообще возможно исключительно за счет реконструкции домов. Если кто-либо думает, что в реконструированные дома нельзя переселять, можно, нынешние нормы о переселении стали резиновыми, и можно переселять куда угодно при согласии. Понятно, что в подобные реконструированные дома согласятся переселиться едва ли не все. Если кто-либо думает, что таких домов в Москве нет, и никогда такого не было, всем желающим посмотреть на серию П-46. Если кто-либо думает, что стандартные дома невозможно реконструировать до состояния нормы реновации, предлагается посмотреть множество проектов реконструкции, в основном сводившихся к присоединению маленькой комнаты к кухне и снижению числа комнат на одну. При этом вы легко попадаете в нормативу реновации по метражу. Что с этими домами творится? Что с площадками для переселения? Что такое реконструкция домов? Статус, вот как мне уже сказали, тайно покрытая мраком и скрываемая преднамеренно. Ну вот такая вот удивительная история удивительного района. Желающие могут потом подойти ко мне и узнать поподробнее. Спасибо большое. Вот да, говорят, что может быть это ваша реконструкция, вы там что-то придумали, это какая-то умозрительная практика или там практика откуда-то там из европейских и других стран. Да нет, у нас эта практика реализована. Сейчас я представляю слово Кротову Алексею Владимировичу, руководителю ООО «Архитектурная мастерская» Кротова. Алексей Владимирович, у вас пять минут, собственно, он расскажет о том, как конкретно он занимался этой самой реконструкцией. Здравствуйте. Дело в том, что реконструкция – это очень древний инструмент, такой же древний, как само строительство. Если вы посмотрите на Тверскую 13, то этот дом многократно перестраивался, реконструировался, преобразовывался каждый раз под новые и новые условия. И мы, архитектурное сообщество, предложили даже пятиэтажный жилой фонд привести в порядок с целью улучшения качества жизни и доведения этого качества до уровня современного комфорта и престижа. Если вы посмотрите на Химкинский бульвар дом 4, вы получите вот как раз такой результат. Земля в Москве дорогая, поэтому все эти миллионы квадратных метров, которые нам хотелось бы иметь в стране, они все переезжают в крупные дорогие города, что делать совершенно нельзя, потому что город может расти до определенных пределов. Если существует генплан, который мы сделали там в 70-е годы, 7-8 миллионов жителей. Вот это вот предел для радиально-кольцевой системы старого средневекового города по сложившейся транспортной схеме. Если мы увеличиваем количество жителей в городе, мы уменьшаем количество зелени на душу населения, уменьшаем количество дорог, соцкультбыта и так далее, пространства, воздуха, все это уменьшается. То есть ухудшаются условия жизни для людей. Не говоря уже о том, что уничтожается самое главное – социум. У нас раньше все города были разные в социальном отношении. Все они отличались. Теперь нет. Теперь все у нас как везде. Вот нам предлагают цикличности. Я в свое время затеял спор с департаментом городполитики и спросил, что ведь технического обследования этих зданий никто не проводил. Зачем это? Зачем снос? На самом деле академик Бочаров, который всю жизнь архитектор проектировал и строил такой тип домов, он убеждает нас, что этот тип домов, пятиэтажек, амортизировал всего на 20%. Этот человек уважаемый, он получил госпремию за Тольятти, мы его хорошо знаем и ценим его мнение. Так вот, нам предлагают цикличность этого строительства снести и через 50 лет все заново построить. Потому что раз в 50 лет меняется отношение к жилому пространству. И вот я задал вопрос департаменту городполитики. Вы что же нам предлагаете каждые 50 лет сносить и строить? Он не нашелся, что ответить. Так вот, реконструировать можно абсолютно любое здание. Тем более такие крепкие, которые были построены в 60-е годы с капитальными конструкциями первой категории капитальности со сроком службы 100-125 лет. Мы можем довести их еще продлить им службу еще на 100 лет. На Химкинском бульваре дом 4 так и сделали. Взяли старый 5-этажный дом 64-го года, панельный, типовой абсолютно, такой же, как 510, 515, 511 серия. И мы, отселив его, перепланировали все внутри и сделали то, чего не хватает нам по жизни. То есть вестибюльную группу, лифт, чтобы останавливался на каждом этаже, чтобы крыльцо было и помогало маломобильным группам населения беспрепятственно попасть в здание и так далее. Появился, значит, лифтовой холл, появилась вестибюльная группа. И дом стал совершенно другой, потому что внутри квартиры стали больше по площади. Это то, что нам сейчас не хватает. Потому что если раньше нормы были там 7-8 метров в жилой площади на человек, то теперь люди за рубежом живут там на 30 метрах квадратных, на 40 метрах квадратных. Это считается нормальным. То есть вот перевести старый жилой фонд в новые качества – это задача реконструкции. И такой реконструкцией надо было бы заниматься. То есть как только город построен, все, значит, массовое жилищное строительство должно прекратиться. Строительные компании должны уйти или переквалифицироваться. Они должны строить новые города на свободных территориях. А то, что у нас остается из старого жилого фонда, должно перманентно ремонтироваться, модернизироваться и реконструироваться. И улучшать таким образом качество жизни тех людей, которые здесь живут. У нас же все делается для приезжих. У нас Москва делается для приезжих. В Москве, представляете себе, живет каждый десятый житель страны. И поначалу, значит, нам нынешний мэр Москвы убеждал, что новые площади, новые территории, новые Москвы мы присоединили для того, чтобы избавиться от этих перекосов и государственные и городские функции перенести туда. Так вот, когда настал момент, мы их спрашиваем, а что же, где городские функции, вы их выселили, вы их перевели в Новую Москву? Нет, это дорого. То есть, понимаете, это был коммерческий проект, и относиться к нему надо, как коммерческий проект. Да, спасибо большое, Алексей Владимирович. Действительно, сколько тут не строй, хорд, развязок и прочего на то, что ходят бюджетные миллиарды. Ты не сделаешь город, который рассчитан максимум на 8 миллионов, рассчитан там на 14 и больше. Единственный вопрос, Алексей Владимирович, когда вот вы занимаетесь, в том числе, конструкцией, занимаетесь ей с отселением? Дело в том, что проблема капитального ремонта такого рода зданий заключается в том, что там очень много собственников. Чтобы отремонтировать дом капитально, нужно убрать все алюминиевые провода, всю алюминиевую электрическую разводку. А для этого надо, чтобы людей там не было. Больше того, чтобы перепланировать всю старую часть и организовать там лестничный лифтовой ход или холл, или там что-то еще, или увеличить сами квартиры по площади, нужно изменить квартирографию. То есть при том, что там люди живут, конечно, этого сделать нельзя. Нужно переселять людей. Но делать это... Вообще городская территория должна... Все резервы городской территории должны служить не на продажу, а на возможность будущего мобильного расселения людей с целью реконструкции старого жилого фонда. То есть переводить людей не в маневренный жилой фонд, а в стартовый жилой дом. Чтобы люди один раз переехали, и все. Потому что каждый переезд — это как два пожара. Вот мы должны пользоваться этими резервами для того, чтобы людей с комфортом переселить, а старое уже переделать для будущих переселенцев и так далее. — Да, спасибо большое. У нас просто сейчас в районе Измайлова реализуется вот такой проект реконструкции, но он, на удивление, реализуется без отселения. На самом деле, конечно, жителям там тяжеловато, насколько мне известно. — Есть такой способ. Его можно делать и с отселением, и без отселения. Но надо понимать, что без отселения перепланировать старую часть нельзя. И тот дом, о котором вы говорите, был выбран не случайно, потому что там благополучная изначально была планировка. Она не требует перепланировки. Но этот дом будет с издержками. То есть там лифт будет останавливаться между этажами. Лифт будет сделан со стороны главного входа. И там очень много моментов, с которыми придется мириться. То есть в полной мере перевести его в новые качества не удастся. — Да, поняла. Я думаю, что еще можно будет отдельно обсудить этот проект, в том числе и с жителями. — Далее передаю слово Малинову Александру Александровичу. Это профессор Московского архитектурного института МАРХИ. И попрошу дать оценку на ход реализации программы «Реновация архитектурным сообществом». Я вот неоднократно слышала, что архитектурные сообщества, мягко говоря, мало привлекают к реализации программы «Реновация». Группа Грест — архитекторы ПИКа, которые делают эти урбан-блоки-человенники. И как бы на этом история архитекторов, взаимодействия архитекторов, неисполнительной власти заканчивается. Однако, мне кажется, никто не мешает разработать другие типовые серии, которые будут качественно архитектурно, инженерно-строительной и прочее отличаться от этих ПИКовских проектов и улучшат качество жизни людей. Александр Александрович, прошу до пяти минут. — Малинов Александр, Московский архитектурный институт. Дорогие коллеги, эта площадка, мы убедились, очень эффективно. Однажды нас пригласили сюда обсудить проблемы историко-культурного наследия. И вот на этой площадке в Мосгордуме мы выступили активно за то, чтобы возрождать историко-культурное наследие, воссоздавать исторические памятники. И именно коммунистическая фракция взяла это как знамя, как замечательный флаг такой. И мгновенно после этого обсуждения, там это все хранится в интернете, мгновенно эту идею к радости и к нашему счастью московское правительство взяло как свою инициативу. И пошли активно воссоздавать и памятники, реставрировать и относиться положительно к историко-культурному наследию. Это одна часть. И мы очень много на кафедре градостроительства занимались именно воссозданием, реконструкцией и даже воссозданием. Мы делали проект воссоздания Чудо-Вознесенского монастыря. Что это еще предстоит сделать и воссоздать в Кремле? Я, начиная с 1975 года, был студентом и занимался именно воссозданием и изучением истории Москвы. Будучи не москвичом, настолько изучил и Москву, и Кремль, написал диссертацию по Кремлю. И нам разрешили пользоваться уникальными материалами, источниками. А то, что вы сейчас здесь поднимаете темы и проблемы. Кстати, замечательно все сделали презентации, все как представители домов. Вы изнутри увидели и почувствовали, что значит жить в этих домах, как реализовывать социальные функции. Замечательно выступил архитектор, коллега. И мы все услышали, насколько вы понимаете боль этих проблем. На самом деле, ну не надо было бы вообще Москву трогать. Вся историческая среда, вот все эти пятиэтажки, это самое комфортное, самое шикарное жилье в мире. В Англии у меня студенты нашли пример городов, в которых сказали, дома не должны быть выше, чем крона дерева. Опа. И все дома превратились в города-сады. Понимаете, вот все города. Поэтому нам нужно активно с вами вести обсуждение мощных проблем градостроительных. Мы же разрабатываем то, чтобы понять и глубинку нашу российскую. Москва переуплотнена, перенасыщена. Конечно, все эти проекты, которые делает ПИК, ну печально, но это абсолютно неграмотные проекты. Абсолютно неграмотная компоновка. Как будто бы плохие студенты делают. А там и работают плохие студенты. Они даже не понимают, что такое визуальный комфорт, что значит нельзя дома друг напротив друга ставить. Они даже не могут понять, что дома нужно сдвинуть на чуть-чуть, и ты получишь прекрасный вид на парк, на лес, на природу. Приходится учить. Вот мы с Еленой Геннадьевной занимаемся сейчас панельным домостроением. Спасибо Московской области. Нас привлекли как консультантов, как проектировщиков. Мы рисуем эскизы, проектные мастерские делают чертежи, и все сразу получается. Придите к нам в Московский архитектурный институт, мы вам покажем, как надо проектировать. Мы можем помочь во всех проектных бюро, во всех обществах. Они не сопротивляются. Мы бесплатно рисуем, показываем и учим, как надо проектировать. Вы мгновенно увидите, как нужно сделать перепланировку квартиры. Ну, может быть, нужно создать под ваши гиды активный такой сайт проектный, в котором в прямом эфире можем рисовать, отвечать на все вопросы и рисовать. Мгновенно вы сразу поймете, что и перепланировка коттеджей, домы, многоэтажных домов, панельных компоновок. Мы придумали уникальную систему компоновки жилого района, не как урбан-блоки, это преступная, абсолютно преступная компоновка, лоб в лоб дома к дому, как будто кубики сахара. Вы во что архитектуру превратили? В кубики сахара раздвигать? Но даже кубики можно умело раздвинуть. Когда делаешь с головой, с искусством и с пониманием, что искусство и сама архитектура, архитектура – это искусство, организации, пространство. А то, что мы касаемся проблем, наш великий профессор еще говорил о том, что архитектура – это застывшая экономика. Мы с вами должны делать выходы московских районов, регионов на дальние участки. Например, в Тверскую губернию. Мы вам предлагаем Санково в Тверской губернии – это мощный железнодорожный узел. Каждый район должен мгновенно эвакуироваться из Москвы. Не насыщать Москву, а все должны понять. Помните, были пожары, когда из Москвы выехать было невозможно? Поймите, американские города проектируют так, что сел в машину и мгновенно покинул город. По широким магистралям. Попробуйте из Москвы уехать в критической ситуации. Мы должны с вами думать о безопасности российского строительства, российского градостроительства. И дальше мы вам можем сказать следующее, что Приазовье, Азовское море – это наш базовый регион московский. Так же, как Москва помогала Севастополю и Крыму, вот точно так же сейчас мы можем получить замечательное внутреннее море с прекрасными городами, расселением, и куда мы должны все строительные усилия направить. А в Москве нужно потихонечку сворачивать строительство и переезжать на строительство в южные регионы для воссоздания и реконструкции. Спасибо, благодарю. Спасибо, Александр Александрович. А сейчас хочу передать слово Москаленко Павлу Сергеевичу, это жителю, переселенцу по реновации по адресу Сиреневый бульвар 4351, как раз который столкнулся с этими урбан-блоками окно в окно. Я думаю, что в презентации это будет также отражено. Павел Сергеевич, у вас три минуты. Спасибо за предоставленное слово. Как уже было сказано Александром Александровичем, у нас торцевые стены, например, глухие, не учитаны совершенно видовые точки. Так, например, на фотографии можно видеть стену, которая выходит на восток, на район Измайлова. Точно такая же стена выходит на южную сторону, на Измайловский остров. Прекрасные видовые виды, к сожалению, закрыты. Но единственная торцевая стена, которая имеет окна, она выходит в окно в окно. Расстояние между домами примерно 20 метров. При этом, вот на этой фотографии можно видеть, технически было бы возможно сделать окна. Конструкция позволяет это сделать. Также очень большой проблемой является то, что дом находится в искусственном углублении. Изначально рельеф местности находился в ровне с дорогой, которая находится на переднем плане. В результате второй этаж можно считать нулевым. Он находится в ровне с дорогой. Соответственно, проходящие по дороге люди волей-неволей могут заглядывать в окна на второй, на третий этаж. Согласитесь, это неприятно. Также проблемой являются проезжающие машины, которые светят хоть и косо, но светят в окна. Там звуковой удар идет. Тем более. Более наглядно видно, как углублен дом. На следующем слайде я хочу обратить внимание на благоустройство придороговой территории, а именно на парковку. Конечно, не хватает машиноместа и все такое, но еще существует следующая проблема, что отсутствует дорожка вдоль парковки. Соответственно, человек приехал из магазина, с дачи, ему надо разгрузить багажник. Чтобы это сделать, человек вынужден выйти на газон. Также конструктивные особенности еще хочется добавить, что, к сожалению, прозрачный фартук на лоджиях портит внешний вид. Потому что все люди разные, все по-разному к этому относятся. У кого-то, как можем увидеть прекрасно, на втором этаже коробки хлам, у кого-то на третьем этаже более-менее, и на четвертом красивые шторочки. Большинство жителей, конечно, стараются декорировать этот низ, поэтому было бы лучше, конечно, чтобы его не было. Хотя, конечно, выходишь на лоджию, большой обзор, это, конечно, приятно. Но, опять же, надо учитывать и мнение людей, которые боятся высоты. Все же люди, переезжающие из малоэтажных хрущевок, особенно старшего поколения, боятся зачастую выйти на лоджию, если им дают квартиру выше 15 этажа. Также проблемой можно считать вот такие вот углубления. Здесь стена третьей секции, которая выходит на юг. Собственно, одно окно квартиры выходит... Собственно, большая часть окон квартиры выходит на северную сторону. Только одно окно выходит на юг. На нижних этажах особенно возникает проблема в том, что не попадает солнечный свет, особенно в зимнее время года. А подобные углубления делают его и вовсе невозможным. В принципе, мог бы свет попадать с восточной стороны. Вот этот небольшой проход, который я уже говорил. Но эти углубления, они, к сожалению, делают это невозможным. Далее хочется отметить выступы и углубления в квартирах. Так, например, вот я взял фотографии с моей квартиры. В прихожей у меня находится вот такой вот выступ, с которым, к сожалению, ничего не сделаешь. Там находится вентиляция. В комнатах, ну, у нас уже, можно сказать, существует шутка. За нас уже все решили и расставили. Есть вот такие вот углубления, которые, можно сказать, обязывают людей ставить кровати и телевизоры в эти вот углубления. Но это еще, можно сказать, полбеды. Почему? Потому что вот на следующем слайде, последнем, не всегда стыкуются вот эти вот углубления, например, с межкомнатными дверьми. Так, дверь перекрывает вот это вот пространство на 20 сантиметров. Простите, вот как вы это проектировали и для чего? Вот, также вот подобные углубления, вот, к сожалению, застал соседей, у которых есть такая проблема, что в прихожей есть углубление буквально на 20 квадратных сантиметров. То есть совершенно бесполезное пространство. Спасибо за внимание. Да, спасибо, Павел Сергеевич. Как раз на днях мы были в этом доме, в том числе и Павла Сергеевича в гостях, все это видели своими глазами, как раз вот проводили такой осмотр. Прошу Михаила Юрьевича Гамова, также жителей района Измайлова, дополнить две минуты. День добрый, Гамов Михаил Юрьевич, мы с Павлом Сергеевичем в одном доме живем, и могу немного добавить. Ну, по первому пункту нас, то, что нас резко очень сорвали с 9-й парковой, и 6-го июня мы узнали, что, внезапно узнали, что мы в этом году переезжаем, а 26-го уже получили смотровые, и, соответственно, так просто не делается. То есть, нас все сорвали, просто взяли и перекинули, да. Причем перекинули из центра района Измайлова, с 9-й парковой, вот, примерно, на тот, на совершенно другой конец, 3 километра от дома, вместо шаговой доступности. Вот, это то, что касается первого пункта. Ну, и касается, с 28-го года нас, естественно, перекинули на 24-й внезапно. Теперь по третьему пункту. Тут столько всего, что я, конечно, не успею все сказать, но если говорить по самим квартирам, то это совершенно бестолковые коридоры. Никто не смог свои старые прихожие поставить в новые. Хотя старые меньше, новые больше, но старая прихожая туда просто не входит. Отсутствие подоконников. Наличие только принудительной включаемой вентиляции. То есть, она вот, если включила, она работает. Если нет, то вот, там, непонятно, что. Причем, как на кухне, так и в ванной. Естественно, и нет? Ну, она, по сути дела, нет, ее надо включать. Она, может быть, как-то там что-то и работает, но фактически она сделана только для вот такого вот принудительной вентиляции. Говорят, что да, нету. Также в санузле нет водяного полотенцесушителя, только электрический. Зачем? Ну, вот такой вот проект. По, да, ну и то, что можно сказать, что проблемы качества строительства. Я живу в доме там 20 с небольшим дней, там постоянно что-то ломается. Прям там начало ломаться в первые сутки, как я туда въехал. И причем это ломается, там, в первую неделю сломалось. Ага, ну все, подающий вот в воду кран сломался. Сколько вам нужно, чтобы еще закончить выступление? Ну, минуты две, минуты две, если возможно. Дайте минутку, хорошо? Хорошо. Еще минуту, пожалуйста. Так, ну, по подъездам, холлам, там непроветриваемый лифтовый холл. Коридорная система расположения квартир. Когда их квартир мало, на этаже это нормально. Когда их много, это получается такое вот, ну, как бы общежитие такое вот получается. Ну, и плохая работа лифтов, это, как бы, классика уже. По дворам и домам, вот, все-таки, это, конечно, не двор-колодец, но он замкнутый. Получается такое вот визуально очень замкнутое пространство. Ты, как будто, вот, в таком в тюремном дворике оказываешься. То, что близкое, Павел уже говорил. Деревьев во дворе нет и не будет. Детская площадка рассчитана на детей до 3-5 лет. А что делать детям старше 6 лет? Нет, они в хоккей там играют на, вот, площадке для трехлеток. Ну, то, что мало парковочных мест, их примерно в два раза меньше, чем вот в среднем машины в Москве, это понятно. А то, что УКА не умеет и никогда не работал с такими огромными высотными домами. И нехватка дворников, естественно. По кварталу транспорт. Транспорта нету. Ну, как ходил, как раньше, как будто не въехал в это место несколько тысяч человек. И слишком высокая плотность. Плотность сейчас составляет порядка 600-700-800 человек на квадратный гектар, при норме 450. И таких домов и корпусов будет еще 10-20 построено рядом. Готовые архитектурные критики. Посмотрите, какая четкость мысли. Спасибо. Нет, да, отлично. Я попрошу, собственно, Михаила Юрьевича и Павла Сергеевича потом нам дополнительно это все расписать. Не только там до включения в резолюцию, но и для как раз более детального обсуждения с архитектурным сообществом. Я повторю, что это не просто мы провели круглый стол и забыли. Я, в принципе, планирую большую работу, потому что иначе мы не сможем изменить вот ту выпивающую ситуацию, которую мы видим. Далее я прошу выступить Ирина Михайловна Куприянова, это помощник депутата Государственной Думы Сергея Абухова, также координатор народной приемной в КПРФАУ. И сразу тогда Андрей Николаевич Овчаренко попрошу вас вместе. Это по вопросу, в том числе, реновации в Соколиной горе. Там ситуация, мягко говоря, тяжелая. Вот один пример привели, гаражные улицы, но там не только эти проблемы. Пожалуйста, прошу три минуты. Всем добрый день. Стартовала программа реновации шесть лет назад. Всем обещали, всем говорили, люди поверили. Сейчас ситуация такая, что люди уже и не хотят переезжать в новые дома, и не верят, и кто-то уже мечтает о том, чтобы эта реновация остановилась. Что касается реновации в Соколиной горе. На сегодняшний день не построено ни одного дома. Первый дом, который планировали заселить, это улица Гаражная, дом 3. Сегодня Елена Юрьевна уже показала и рассказала немного об этом. Более подробно, я думаю, Андрей Николаевич расскажет, как специалист в этой области строительства. Но я хотела сказать еще следующее. В приемную к депутату Государственной Думы Абухова Сергея Павловича приходит очень много жалоб на нарушение при строительстве. Это жалуются жители соседних домов. И приходят жалобы от переселенцев, кто переселяется. Вы уже здесь слышали и рассказывали все свои претензии к программе реновации. Но я хотела бы еще добавить следующее, что не строятся соцобъекты. Сегодня прочитала такую новость, которую озвучил заммэра Бочкарев, что зарезервированы необходимые средства в АИПе для строительства новых объектов в кварталах по реновации, которые будут раскрываться по мере развертывания строительства жилых домов. 40 социальных объектов построят в московских кварталах реновации. За три года планируется построить 24 школы и детских садов, 5 поликлиник, 8 спортивных сооружений, а также 3 административных здания. Мы уже много раз слышали, что вносят в АИП строительство школ, поликлиник и так далее. Но по факту этого не происходит. В районе Соколиная гора, на улице Буракова, дом 7, должны были построить поликлинику. Внесена была также в АИП эта поликлиника еще в 2013 году. Теперь все передвинулось, реновация передвинула строительство этой поликлиники на 1932 год. Мы совместно с Еленой Юрьевной Янчук прошли много стартовых площадок в Восточном округе. Побывали в домах, где уже заселились жители и где еще идет стройка. Выводы есть. И свои пожелания, я думаю, мы изложим дополнительно. А сейчас какие выводы мы сделали по посещению этих строек, расскажет Андрей Николаевич. Здравствуйте. Касательно гаражный дом 3. Там история очень интересная. О многом говорит. Там изначально был сделан проект. Как специалист в области проектирования, я говорю, что проект делается сначала на основании изыскания. Изыскание там либо было сделано формально, либо его не было сделано совсем. Причем этот проект прошел экспертизу. Государственную, МОЗ-госэкспертизу. Все дома, которые строятся при инновации, они все проходят экспертизу. Любители района и какой-то старины все знают, что есть карты 19-го, 18-го века. Их можно элементарно открыть в интернете и найти, что на этом месте было как раз озеро, потом было болото и были маленькие речки. Для проектирования, для изыскателей это оказалось в новинку. Пришлось при строительстве менять проект и сделали новый проект. Кого наградили или наказали за траты деньги на предыдущий проект, я не знаю. Но теперь делается более 200 буроналивных свай. Значит, это сверлится 800 миллиметров в диаметре отверстия в земле, где-то на 40 метров. Туда заливается бетон, и вот на таких сваях будет стоять дом. Он будет стоять хорошо, но для бюджета это, по-моему, удорожает строительство дома. Теперь насчет проектирования вообще всех домов по реновации. Архитекторы используются. У нас всем известно, кто в рынке, что ПИК практически монополист в этом деле. Но ПИК проектируют чаще всего не своими силами. Отдается это все наподряд. И выпускники им архив, в том числе, это все проектируют. По минимальным расценкам, у ПИК из-за своей массивности это практически отдельное государство. Его проекты, как я уже ранее говорил, в экспертизе проходят практически не глядя. В частности, вот обойдя проекты в Измайлово, так как в Соколиной горе нечего обходить, я увидел, что относительно коммерческих домов, дома по реновации, которые построен ПИК, они удешевлены вообще на всем, что возможно. Ландшафт проектируется вообще черти как. В частности, вот на Измайловском проезде дом 4 изменен для чего-то ландшафт. Не знаю, по мне так можно было строить на склоне, просто не вывозя этот самый грунт. Но проложена ливневая канализация. Соответственно, вода течет по своему природному ландшафту, и она затапливает двор. Из-за качества работы сделана очень отвратительно гидроизоляция, затапливается подземный паркинг. Вся стройка и монтаж всех инженерных систем ведется по заниженным расценкам. Они также делаются всеми строителями московского рынка и еще и других регионов. Чуть-чуть можно еще? Сколько нужно? Ой. Сколько нужно? Минуты три хотя бы. Ой, мы, честно говоря, немножко выбиваемся из графика. Нам нужно, чтобы все успели. Можно, пожалуйста, минутку максимум? Потому что иначе просто не успеют все выступить. А потом мы еще, во-первых, отдельно обсудим, во-вторых, попросим в письменном виде все указанные замечания. Хорошо. Так, тогда перехожу к тому, что сложилась на рынке управляющих компаний такая ситуация, что все дома по реновации сразу же передаются в обслуживание почему-то жилищнику. Жилищник не готов к обслуживанию таких высотных домов, потому что у них нет специалистов. Они привыкли обслуживать те же самые условные хрущевки. Высотные дома требуют другого обслуживания и других специалистов. Например, во всех домах, которых я обошел, подземный паркинг не обслуживается вообще. Подземный паркинг, те, кто в рынке, они понимают, что там большое количество инженерных систем. Пожарная сигнализация, оповещение, пожаротушение, дренажные приемки с насосами, потом общая обменная вентиляция, противодымная вентиляция. Она напичкана инженерными коммуникациями. Жилищник их не обслуживает вообще. Элементарно он даже не вычищает дренажные приемки и дренажные лотки. При таком обслуживании дома очень быстро придут в негодность. И из улучшения мы получим только ухудшение. Да, спасибо большое, Андрей Николаевич. Опять же, попрошу в письменном виде передать предложение. Мы, собственно, с Андреем Николаевичем вместе ходили с Ириной Михайловной по этим домам, поэтому видел со своими глазами. Я думаю, что это просто тоже будет отдельным предметом разговора. Даже, я полагаю, с исполнительной властью, может быть, на прием запишемся. Далее прошу выступить депутат Московской городской думы Локтева Дмитрия Александровича. Четыре минуты. Просьба уложиться, потому что мы немножечко по времени опаздываем. Спасибо огромное. Добрый день, коллеги, товарищи, единомышленники. Буквально в 2019 году в соседнем зале тогда вице-мэр по строительству, а сейчас вице-премьер Марат Хуснулин говорил, что квартиры по реновации будут комфорт-плюс класса. Но что-то по заявлениям граждан не похоже. Тем не менее, реновация городской среды, на мой взгляд, это естественный процесс развития городов. И наш город Москва, он претерпевает уже не первый такой период. Первый раз это было расширение, например, Тверской улицы, когда дома растаскивали на рельсах, когда надстраивали старые постройки еще царского времени. И на тот момент граждане приветствовали такую реновацию. Тем более, на мой взгляд, она была довольно нежной. И меня коллеги не дадут соврать. Второй этап – это, соответственно, расселение подмосковных деревень и строительство тех спальных районов, которые мы знаем. Граждане также восприняли это довольно лояльно. Но сегодняшняя программа имела благое намерение – это расселить пятиэтажки, сделать новые социально-культурные объекты. Однако реализация, как показывает нам практика, оказывается, на мой взгляд, чудовищной. Наверное, стоит начать с тотального уничтожения и озеленения районов. Сейчас, допустим, в моем округе избирательном, в Северном Тушино, когда сносятся пятиэтажки, вокруг них срубается вся абсолютно зеленка. Вся срубается и обещают компенсационно высадить. Но намного меньше, чем было до этого. Намного меньше. Увеличена плотность застройки. Намного увеличена плотность застройки. Например, коллеги-архитекторы не дают соврать, кажется, в Советском Союзе было 20 тысяч на гектар плотности. Сейчас несоизмеримо больше. Повышаются нагрузки на существующую инфраструктуру, на школы, детские сады, поликлиники, ввиду того, что в проектах по тренировке территории предусмотрено около, по моей памяти, 40% на коммерческую продажу. Эти квадратные метры подойдутся, и под них, насколько мне известно, не делается социальная инфраструктура. Теперь предметно. Я лично был, как в домах по программе реновации, в своем избирательном округе и в других. Это, конечно же, духота. Это отсутствие нормальной, естественно, вентиляции. То есть, как только ты ее выключаешь, особенно в камере с мусорпроводом, становится весьма неприятно, поверьте мне, коллеги. Дворы. Вот представьте, что когда все эти проекты планировки территории будут закончены, если в эти дворы выйдут все, все население вот этих самых домов, вы представляете, что там будет? Я думаю, что люди душат друг друга еще покажутся цветочками. Самое важное, что решения, как градостроительные, которые касаются в том числе программы реновации, принимают решения люди, которых в этих домах ни их дети жить не планируют. Мы во многом копируем китайский опыт градостроительной застройки. И я считаю его не самым удачным, потому что сейчас китайская градостроительная программа показывает, что ей нужны невероятные государственные дотации для продолжения. И мы должны этот отринуть опыт, мы должны измениться. Прежде всего, как депутат в Московской городской думе, это не один депутат должен делать, это массово запросить финансовую модель всей программы реновации, так как создается ощущение, что реализация существует по наитию. Второе – это пересмотреть градостроительную документацию, в соответствии с которой осуществляется программа реновации. Например, на мой взгляд, убрать магазины с первых этажей, потому что они вызывают раздражение у жителей. Никто не хочет иметь алкогольный магазин у себя под окнами. Вот никто из тех в зале не захочет иметь его. Второе – это начать внедрять реконструкцию пятиэтажек, реконструкцию домов по методу архитектора Кротова, например. Соместить программу с программой по очередникам. И необходимо также понимать, буквально 20 секунд, что регионы воспринимают московские программы застройки и осуществляют их у себя, то есть на более дешевой земле у себя, а не строить такие же человейники, как нам предлагается в Москве, как ПИК делает. И самое главное, уважаемые коллеги, что в городе, который сейчас создается, жить не нам и не чиновникам с Тверской и Брестской, которые не видели ничего прекрасного золотого кирпича, а нашим детям и внукам. И мы это будущее для них сохраним. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Далее передаю слово Кушакова Павлу Николаевичу, председателю общественного комитета переселенцев. Три минуты. Ну, собственно говоря, могу подписаться под практически любым сказанным ранее словом от переселенцев, потому что проблемы были, есть, и я надеюсь, их больше не будет. И этот круглый стол, также буду надеяться, что поможет решить эти проблемы в целом. Значит, немножко предыстории. Десять лет назад у нас уже был хороший положительный опыт по изменению законодательства относительно переселения, и это изменение произошло в стенах Московской городской думы. Нынешняя программа реновации, она, безусловно, носит условно-федеральный масштаб, потому что законодательство является федеральным. Но, однако, части норм законов города Москвы могут быть изменены на пользу москвичей, на пользу переселенцев. Поясню. Значит, как уже было сказано, есть проблема переселения коммуналок. Город, когда задевал программу, обещал, что все коммуналки будут расселены, и он даже в законодательстве это прописал, что коммуналки будут расселяться и недопустимы их заселения. Однако на сегодняшний день Департамент имущества города Москвы у нас браво использует нормы из 21-го закона по переселению предыдущих программ, цепляясь к, скажем так, к совершенно другим программам, к нормативам от других программ, и равняя нормы закона из города Москвы с федеральным законом, о недопустимости переселения в коммунальные квартиры, но с одним условием, если это коммуналка, коммуналка этой, человек владеет более пяти лет. Тогда да, тогда можно переселить в отдельное жилье, если менее пяти лет владеет, то в отдельное жилье как бы переезжать нельзя. Этот момент можно искоренить очень легко. Установить, как есть на самом деле, в 21-м законе ввести маленький пунктик, один единственный, что этот закон не распространяется на программу реновации. Это первое. Второе. Что касаемо реконструкции, я целиком полностью поддерживаю господина Кротова и остальных архитекторов, что реконструкция гораздо выгоднее для города, чем новая стройка. Я надеюсь, что в стенах Московской городской думы, опять же таки, рано или поздно появится проект закона, который позволит жителям производить реконструкции. не ехать по каким-то иным программам, а именно заниматься реконструкцией своих домов. Ну и еще один момент, самый главный. Все-таки по программе реновации, как мы заметили, рекламная кампания закончилась, началась реальность. Началась реальная процедура переселения. И все эти обещания, которые были даны до этого, что площади будут у нас больше, площади будут не меньше, что переселять мы будем в соседний дом, они все ушли у нас в небытие. И я бы сейчас хотел предоставить слово трем гражданам, переселенцам, с вашего позволения. Мы, к сожалению, очень сильно по времени отставим. Нам нужно, чтобы все успели. Буквально по минуте. Нет, там даже, не знаю, по 30 секунд, не больше, потому что мы иначе просто сильно подобрать. Каждому 30 секунд кратко, потом мы все попросим в письменном виде нам передать уже в развертую. Пожалуйста, на каждого тогда 30 секунд. Первый. Отходи. Микрофон, пожалуйста, вставляйтесь для стенограммы. Туманова Елена Крёкшина, это Новая Москва. Нам также в срочном порядке предложили, хотя до 2024 года обещали нас не трогать. Дело в том, что когда дали нам смотровые срочные ордера, мы ехали туда 3,5 часа. Здесь я слышала цифру 2 километра. Нам ехать 20 километров. Если я сейчас еду на работу 35 минут, я работаю в скорой помощи, это сейчас мне нужно на работу ехать 3,5 часа. Все мои родственники живут в 5 минут шаговой доступности. Я водила внука в школу, в садик и так далее. И сейчас нам предлагают просто уехать из нашего рая. Просим тогда обращение написать, как мне, так в целом во фракцию, КПРФ. Мы этим вопросом займемся. Здравствуйте. Сафронова Анастасия, Северная Медведкова, широкая, дом 10, корпус 1. Половина дома выселена у нас по программе реновации 5 лет назад. Это однокомнатные квартиры, двухкомнатные квартиры, трехкомнатные квартиры и четырехкомнатные квартиры остаются жить. Живем в полупустом доме, никаких новостей о том, что нас предполагают переселять. Нет. При этом у нас 5 стартовых площадок по нашему району и дома стоят полупустые. Ничего не предлагают вообще, не расселяют, ничего далее. Аналогично просим обращения. Здравствуйте. Таранцова Наталья Викторовна, Нагатина Садовники. Переселенец Каширское шоссе дом 9, корпус 3 покупала комнату в квартире коммунального заселения. В доме всего 4 квартиры, они большие, 27-комнатные. К сожалению, департамент идет на нарушение и предоставляет мне вместо комнаты обособленного жилого помещения трехкомнатную квартиру в долевую собственность без определения права пользования. Считаю, большим нарушением. писала во все инстанции и пришел один и тот же ответ. Ну да, также аналогично просим вместе с отписками направить соответствующее обращение. Тогда коллеги просим ускориться, чтобы все успели высказать свои тезисы. Далее предоставляю слово депутату фракции КПРФ, руководителю комиссии по науке и промышленности Леониду Андреевичу Зюганову. 4 минуты, пожалуйста. Спасибо, Елена Юрьевна. Товарищи, но на самом деле в том, что необходимо менять подходы в реновации, в этом нету. Но здесь у всех присутствующих совершенно никаких сомнений, как на самом деле их не было еще тогда в 2016-2017 году. Просто при мне проходило принятие закона о реновации. И вот вы сегодня начали нашу встречу с того, что показали ваши письма, которые вы отправляли в различные департаменты. Вот они все у нас тогда в 2016-2017 году были и не смогли ответить ни на один вопрос, который задавали депутаты, который задавал я, задавал тогда депутат Клычков Андрей Евгеньевич, если помните, руководитель нашей фракции, задавали вопросы, насколько вырастет в целом город, насколько увеличится по количеству жителей районы, насколько вырастет нагрузка на дорожно-транспортную инфраструктуру, насколько вырастет нагрузка на объекты здравоохранения, образования, насколько пострадают в общем-то основные зеленые объекты и так далее. Так вот, ответа не было. И мы прекрасно понимали, что это такой некий спущенный на тот уже момент тогда уже понятно коммерческий проект, и относиться к этому, как здесь уже коллеги сказали, нужно совершенно так же. Вот Лурье Дмитрий Борисович сказал очень хорошую фразу. Есть вот эти вот те самые резиновые нормы. Вот в эти резиновые нормы засунут абсолютно все, что угодно. К большому сожалению, от этого очень сильно страдает градостроительная политика, от вот этой вот такой вот, значит, халатной, на мой взгляд, реновации. И здесь у нас по Москве мы видим очень страшное нарушение строительства коммерческого жилья и социальных объектов. Мне на самом деле далеко ходить не надо. Я этим летом в Москве был абсолютно во всех административных округах. Вот рядом со мной сидит депутат Янгалычева Екатерина, и мы с ней приезжали в ЖК огне события, значит, Раменки, несколько районов. И нас облепили мамочки, которые подходили и говорили, почему наши дети учатся по 45 человек в классе, уже 45, то есть у них это норм. Ну и, соответственно, опять же, из-за того, что рядом у них происходит реновация, у них происходит бесконечная застройка. Ну, а про социальные объекты опять все, в общем-то, на них с удовольствием положили, потому что социальные объекты, ну, конечно же, никакой прибыли не приносят. И мы, на самом деле, этим летом, вот мы с Алексеем Владимировичем записывали подкасты и обсуждали много вопросов, как раз связанных с тем, что на самом деле есть прекрасный инструмент. Когда есть, например, государственно-частная компания, которая использует совершенно замечательную технологию реконструкции, а не когда у нас появляется какой-то очередной девелопер, который, значит, бегает и ищет, где бы на вот этом кусочке земли заработать очередной миллиардик прибыли. Потому что, на самом деле, если бы Москва, да, я признаю, нам говорят, что же вы коммунисты все не можете признать, что проблемы с этими домами, которые попали под реновацию. Да есть они проблемы, только давайте их решать на самом деле правильным образом. Давайте возьмем нормальную программу, давайте сэкономим для бюджета. Почему мы в очередной раз запускаем, значит, кучу вот этих вот девелоперов, которые бегают и что-то там где-то зарабатывают. Поэтому не надо удивляться. У нас, понимаете, нашу бдительность просто взяли и усыпили. Нам рассказали, значит, ребята, у вас будет максимум там 10 этажей, 12 этажей. Ну, вот Павел Михайлович рассказывал, я все-таки помню про 16, потому что нас, мы обсуждали, я просто сам в Московую архитектуру ездил, мы обсуждали, и я слышал там про 16 максимум. Просто меня вот тут, значит, поймали журналисты и говорят, Леонид, ну, вы там скажите что-то хорошее про реновацию. Я им просто показываю сообщение, которое мне сегодня приходит. У нас на Скрябино дома по реновации 6 штук бросились с недоделками, подрядчик сбежал. Сегодня 45 жалоб мы направили вам. УК на баланс не принимает. Большой скандал и так далее. В них экскренно переселяют. У меня вот вопрос, как я могу, собственно говоря, кого-то, буквально еще 30 секунд, как я могу, собственно говоря, кого-то похвалить, когда, ну, дела обстоят совершенно не так, как нам опять везде и всем нарисовали. Поэтому еще раз нужно создавать, на мой взгляд, и мы с этой программой выходили на московской, на выборах мэра Москвы, нужно создавать государственно-частную компанию, которая не будет ставить во главу угла прибыль. А будет использовать совершенно понятные и доступные технологии. Да, это проблема города Москвы, но давайте ее решать не за счет девелоперов и, значит, бесконечного вот этого обогащения и строительства в 20-30 этажей. Вот я вам могу привести пример, буквально еще минуту. Значит, в 1980 году в Москве проживало 7 миллионов 800 тысяч человек. 23-й год в Москве проживает около 14 миллионов человек. Но давайте к 30-му году здесь будет проживать 20 миллионов человек, и тогда наши дети будут входить уже не по 40 человек в классе, а по 50 человек в классе. И не надо уже удивляться, что, значит, кто-то там по годам не может попасть куда-то в детские сады. Поэтому мы здесь за умную, грамотную градостроительную политику. Алексей Владимирович, я вам обещал, мы с вами обязательно проведем конференцию. Я вижу здесь представителей архитектурного сообщества. Мы с большим удовольствием всех коллег приглашаем и найдем время, дату. Алексей Владимирович, обязательно эту идею будем притворять в жизнь. Спасибо. Да, спасибо, как я говорила, что наше сегодняшнее мероприятие это не какое-то единственное забыли, а, собственно, должна быть серия различных мероприятий общественно-политической активности для того, чтобы мы сдвинули ситуацию с мертвой точки. Далее я представляю слово Подымову Алексею Владимировичу, который расскажет из Выхина, который расскажет про стройку, которая замаскирована под реновацию. Три минуты, пожалуйста. Подымов Алексей Владимирович, житель района Выхина, по совместительству также архитектор с 30-летним стажем. Ну, вначале как житель я расскажу. Значит, вот наш чудесный двор, вы можете видеть, у нас замечательные детские площадки, замечательные спортивные площадки. Да, сами дома панельные, вот с другой стороны, там сзади, за нами пятиэтажки, как раз, которые попадают в реновацию. Но за 50 с лишним лет, что я здесь живу, и, собственно, этот дом развивается, деревья высаженные в конце 60-х годов, видите, они превратили этот наш двор фактически в сад. Ну, да, все было бы замечательно, но и в наш двор пришла реновация. В 2019 году на публичных слушаниях мы обнаружили, что в наш двор люди, в наш двор запроектировано строительство стартового дома. Он, причем, я как архитектор прекрасно понимаю, что, изучая проект планировки, что необходимости его сюда ставить никакой не было. Достаточно мест вокруг. Кроме того, были еще официально другие стартовые площадки, там, в том числе, на улице Скрябина. Но наш двор в 2020 году приобрел неожиданно значительно высокую ценность. У нас открылся буквально рядом с домом метро. Соответственно, вот видите, наш двор не только как там спортивные детские площадки, а еще и некий социум, который организовал вокруг себя жителей, которые совместно проводят время, праздники и прочее. Вот узнав о том, что готовится в столице в нашем доме, неравнодушные жители фактически с 19-го по нынешнее время активно участвовали, подписали куда только могли. Собирали пять тысяч подписей, отправляли господину Собянину, отправляли Владимира Владимировича Путину, отправляли в Москву архитектуру, в ДГИ, в фонд реновации, но всюду приходили отписки. Дальше я сел, стал изучать документы, проект планировки, стал изучать документы, которые благодаря Леониду Андреевичу Зюганову, спасибо им за огромную помощь и поддержку в нашем деле удалось добыть. В общем, я обнаружил, что даже с 19-го года наши строительные власти совершили ряд действий, которые иначе как обманом не назовешь. То есть они увеличили, приняв втихую новые изменения в проекте землепользования и застройки, в полтора раза плотности застройки. В результате даже те дома, которые планировались построить у нас как стартовые площадки во дворах, они уже имеют параметры практически в полтора раза больше. То есть допустим с 17 тысяч до 22 тысяч квадратных метров увеличились площади. Собственно говоря, да, вот тут видно 12 метров это превышение то, что выходит за пятно застройки, что было, что в утвержденном проекте планировки территории висит сейчас на сайте Мосру, можно это открыть, и видно, что дом, габариты дома выступают на 16 лишних метров этого же утвержденного проекта планировки территории. То есть, извините, это градостроительный кодекс нарушен как бы грубо и однозначно. Ну, на что Московская Генеральная прокуратура переслала все опять-таки в московские органы, и пришла отписка, что типа этот на трех листах, что у вас все в порядке, все сделано по нормам, и как бы это самое, вам будет очень хорошо в результате. Ну, вот 5 октября мы вот увидели во дворе вот таких вот мрачных людей, которые без познавательных знаков, но явно имеющие военную подготовку окружили наши объекты, очевидно, ожидая, что жители придут протестовать, но поскольку был будний день, людей оказалось немного, за углом стоял автозак на всякий случай, если кто-то это самое решит возразить. вот сюда присутствовала полиция, жители выясняли, смотрели документы, но да, у них было получено разрешение на строительство, как бы единственное придараться, к чему можно было это то, что информационный щит должен быть установлен за 10 дней до начала введения работ, а его привезли только вот в процессе стройки. На следующий день буквально начали валить деревья, замечательный наш двор, сад, вот вы видите, что с ним стало, вот последняя фотография деревьев, опять-таки это было сделано даже с нарушением постановления правительства Москвы о вырубке деревьев, поскольку полагается информационный щит о вырубке деревьев, опять-таки стоит за 10 дней до этой вырубки, а прошел только один день. Мы вызывали наряд полиции, полиция зашла к ним на территорию, нас не пустили, они побеседовали, вышли оттуда и сказали, что в их полномочие, видите ли, не входит остановка вырубки, незаконная. Вот собственно говоря, да, ну вот видите, это вот то, что буквально превращен наш двор сейчас. Опустите, пожалуйста, видео, второе. Ну и просто вот видео буквально снятое вчера, посмотрите, какие технологии строительства у нас применяются. Вот я не знаю, как это вообще возможно, не получается. Видите, это заколачивают сваи шпунтового ограждения. Видите, одного зуба на ковше уже нету. Ну вот всё, можно выключать, там больше ничего нового нет. Это неравнодушные жители мониторят. Ну вот, короче, теперь немножко как архитектор, в целом вся программа реновации, с моей точки зрения, это преступления, это градостроительные преступления, это преступления социальные, это преступления в области инженерных инфраструктуры, какой вырастет население в этих социумах. Мы даже сейчас видим вот те районы, которые заселяются, насколько там повышается преступность, насколько, да, мы теряем замечательные социальные объекты, спортивные площадки, поликлиник в нашем, вот я просто прикинул по тем параметрам, которые были в проекте планировки на два квартала, где сейчас живет 32 тысячи человек, увеличение населения у меня получилось 14 тысяч, я просто по площадям прикинул. Это по проекту 19-го года. Алексей Владимирович, сколько вам еще нужно времени? Одну минуту. Хорошо, давайте, потому что мы сильно улетим по времени. Значит, я просто прикинул, что в районе, в котором 32 тысячи живет, два квартала, Выхина, 137-й, 138-й, количество населения увеличится на 14 тысяч человек, это больше, чем город Звенигород. При этом поликлинике у нас не будет построено ни одной, будет построена одна школа и один детский сад. Даша потом расскажет сейчас более подробно про это. Ну вот, собственно говоря, знаете, есть великий архитектор, господин Чобан, такой, который опубликовал знаменитую программную статью, в которой он написал, почему жители возмущаются, их переселяют в жилье, которое будет лучше, оно будет больше по площади, дома будут новые. Вот я не понимаю, как можно быть великим архитектором и не понимать, что такое среда вокруг. То есть у вас был сад, город-сад, даже пусть со старыми домами, с панельными стоящими, но у вас переселят в бетонный концлагерь. Я видел эти благоустройства новых домов, это, извините, может быть, с точки зрения эстетики в этом есть какая-то красота, там красивые дорожки, камушки лежат, но в целом это концлагерь. Все, я закончил. Да, спасибо. Прошу Шалкову Дарью Юрьевну, жителям района Выхина, добавить информацию, просьба уложиться в две минуты. Добрый день, меня зовут Шалкова Дарья Юрьевна, я представляю наш дом на Ташкентской улице 15, дробь 22. Я не только житель, я мама двоих детей. Завтра моей младшей дочери год. После того, как мы купили квартиру, мы узнали о том, что вот у нас во дворе будет построен прекрасный дом. вместо большой хоккейной коробки, вместо детской, новой построенной в прошлом году площадки, которую мы отвоевали, вместо зелени мы получим дом. Нам предлагают, когда мы начинаем высказывать свои возмущения, нам предлагают ходить, гулять в соседние дома. В соседних домах у нас находятся автомобильные парковки, так как транспорту парковаться негде. Хоккейная коробка единственная была на весь район, ее больше нет и не будет. Предлагают строить на Волгоградском проспекте за 70 миллиардов, кажется, или миллионов хоккейную коробку, прямо на Волгоградском проспекте маленькую коробку на весь район. Ну, я думаю, что вы представляете. Что у нас по факту есть на данный момент? Свет в окнах, круглосуточная стройка, также у нас дом был, проезд был закрытый, в доме у нас был шлагбаум с двух сторон установленный за деньги жителей. На данный момент шлагбаум у нас планируют демонтировать, то есть у нас получается открытый двор, это небезопасно, как минимум, уже были случаи, шлагбаум установлен не просто так на этом месте. Кроме того, вот зашли на наш дом меньше месяца назад, на данный момент у нас перебой со светом, у нас перебой в доме с водоснабжением, на протяжении недели ежедневно у нас практически нет света и воды в доме. Вот таков итог. Благодарю. Спасибо большое. Отдельно спасибо, что уложились в предоставленное время. Далее хочу предоставить слово руководителю фракции Яблоко в Московской городской думе Круглому Максиму Сергеевичу. Три минуты. Да, спасибо большое. Я постараюсь ложиться. Я хотел бы начать со слов благодарности за организацию Круглого стола. Ленинчук, большое спасибо. Мне кажется, это очень интересно, полезно и содержательно. Много вещей уже проговорили и повторяться не хочется. Я бы сказал вот о чем и оттолкнулся бы от выступления уважаемого Алексея Владимировича Кротова. Вы рассказывали про свой опыт такой щадящей реконструкции пятиэтажек. Это было очень интересно, но на мой взгляд главное слово здесь именно пятиэтажка, да? Ведь мы понимаем, что в цели полагания Московской мэрии которая реализует программу реновации никаких пятиэтажек быть не должно. Вот недавно была новость о том, что мэрия с гордостью заявила, что согласовала строительство 20 миллионов квадратных метров нового жилья и отметила с гордостью опять же, что это в 4 раза больше, чем было год назад. То есть это для них как бы успех. Они этим гордятся, когда мэр Москвы Сергей Семенович Собянин приедет к нам, ну вернее, виртуально выступит перед нами депутатами со своим отчетом, на первом месте у него в отчете будет гордость за построенные миллионы квадратных метров жилья. То есть в их картине мира никаких пятиэтажек быть не должно. То есть у них как бы целеполагание города совсем другое. Там нету речи ни о какой исторической застройки, ни о какой вот такой вот удобной, комфортной среде, которая была бы соответствующей человеческому масштабу. Ну и финансы, конечно, и сверхдоходы. Это тоже очень важный пункт целеполагания. Поэтому можно об этом говорить, это интересно, но, к сожалению, с нынешней столичной политической элитой это реализовать невозможно. У них совершенно другое целеполагание и другой образ города. И я бы еще хотел сказать вот о чем. Вот у нас замечательный круглый стол, у нас депутаты Мосгордумы, у нас муниципальные депутаты, у нас уважаемые эксперты, содержательные архитекторы, которые говорят интересные содержательные вещи. Но ведь ни одного представителя исполнительной власти, ни одного представителя мэрии, ни одного чиновника, который имел бы отношение к принятию этих политических решений. И вот такой способ общения с представительной властью, с гражданами, он тоже зашит в генетический код столичной мэрии и столичной власти. Они не любят, не хотят, не понимают, каким образом общаться с гражданами. И наша задача, конечно, как депутатов расширять эту сферу диалога, пусть даже какими-то такими достаточно решительными действиями, потому что иначе они не понимают, к сожалению. Спасибо. Да, совершенно верно, согласна. Как я уже говорила в начале, мы всем чиновникам, департаментам, так или иначе, в отношении к реновации, заранее разослали приглашение. Мы были готовы не обязательно на руководителя, просто на любого представителя. Видите, тут морду никто никому не бьет. Совершенно интеллигентная, хорошая, профессиональная дискуссия, как стороны профессионалов, так и стороны жителей, которые столкнулись с этим благодетельством реновации, в кавычках, значит. И мне кажется, это вообще нормальное госуправление, когда чиновники вот так приходят на площадку Московской городской думы и спокойно общаются с жителями. Я же не говорю, что с жителями им нужно общаться вообще в регулярном режиме. Те же личные приемы, они не ведут личные приемы, не могут жители вообще записаться, их отказывают, вот, допустим, наши переселенцы с 9-й Парковой, ДГИ им отказывают в личном приеме, хотя они прошли уже все инстанции. То что уж там, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, он лично встречается только по поручению президента Владимира Путина. Видимо, придется Владимира Владимировича попросить, чтобы, например, нас он принял по тем вопросам, которые сильно наболели. Я пыталась к Сергею Семеновичу записаться на прием, опять же, пройдя все инстанции по важному вопросу, как раз-таки касающемуся предоставления жилья для инвалидов, проживающих в непригодных для того условиях квартирах. Ну, прием просто, это все просто было проигнорировано, хотя московский закон четко говорит, что мэр должен принимать частность депутатов Московской городской думы. Ну, посмотрим. Может быть, как что-то со временем сдвинется, собственно, поэтому наша дискуссия для этого полезна. Далее я прошу выступить Чуприну Софью Александровну, это жительница дома по Щелковскому шоссе, которая, собственно, страдает от программы реновации. Повторюсь, чиновники все время говорили, что мы разработаем программы лояльности, там, скидки за ЖКУ, там, скидки на покупку квартир по реновации и прочее, это все осталось пустыми словами, и вместо помощи, поддержки системы преференций уничтожение зелени, спортивных площадок, детских площадок, создание невыносимых условий в течение долгих лет стройки. То есть чиновникам плевать на москвичей, на которых они не могут заработать. Как бы можем мы, мне кажется, сделать такой вывод. Прошу, Софья Александровна, две минуты. Добрый день, я зовут Софья Александровна Чуприна, я являюсь представителем Совета Дома, 92 корпус 2 по Щелковскому шоссе, соседний дом к вас переселили. Мы столкнулись с той же самой проблемой, что и у вас. У нас тоже была детская площадка 0+, был стадион, причем он был крытый с искусственным покрытием, освещением. Был прекрасный лесной массив, потрясающий, где мы все гуляли. И на данный момент у нас сейчас там новый дом и застройка под стоянку. То есть у нас зелени практически не осталось. Есть отписки, что все согласно проекту, все согласовано. Есть, что нам восстановят зеленый массив, якобы, и нашу детскую площадку, и спортпроцедку. Но по факту сейчас там автостоянка. Причем буквально в течение недели уже все залито под бетон и сказали, мы ничего сделать не можем. Спасибо вам за предоставленную возможность. Мы пришли здесь с жителями, с предложениями следующими. Сейчас я просто озвучу коротенько. Что мы просим? Мы просим перенести проезжую часть еще на 5-10 метров от первоначального проекта за счет изменения расстановки проковочных мест и обеспечения общественных обещанных посадок газонов, кустарников и деревьев с организацией прогулочной пешеходной зоны после согласования изменения с жителями нашего дома. Дальше. Просим рассмотреть проект с установкой закрытого футбольного поля с освещением и искусственным покрытием на ближайших хотя бы территориях к дому 92, корпус 2, как и было обещано в ответе Департамента строительства еще в 2021 году. Просим согласовать с жителями нашего старого фонда вид и состав детской площадки 0+, потому что то, что сейчас там стоит, это просто страх. Это невероятно. Просим проведение независимой экспертизы организации за счет застройщика геотехнического мониторинга состояния дома 92, корпус 2, грунтового массива и инженерных коммуникаций с подробным отчетом по результатам, потому что рядом с нашим домом протекает подземная река. Просим также взять на контроль наше подвальное помещение дома, потому что оно находится в критическом состоянии. Все документы мы жаловались, не жаловались, подавали заявки и Мосгордума, и мэру Собянину, и президенту. Нам приходят отписки. У нас был Роспотребнадзор, который подтвердил, что за вот эти два года стройки у нас появились тараканы, клопы, комары круглогодично. У нас очень повышена влажность и сырость, и появилась плесень в квартирах. Просим вас помочь. Да, мы проблему знаем, мы пытаемся установить рабочие контакты с Депстроем, и с префектурой, и с фондом реновации по тому, чтобы они выходили на диалог, и чтобы мы в итоге ситуацию нормализовали, чтобы вы не жили в таком коммунальном городском аду. Повторюсь, это вообще неприемлемо. Вместо программы лояльности и поддержки жителей в живущих настройках вот такой беспредел. Это просто один из примеров, и на самом деле таких обращений масса. Вот так же Ирина Михайловна Куприянова говорила, что депутаты Госдумы Абухова, они просто сыпятся как из рога из обилия. Далее я хочу представить слово депутату Московской городской думы фракции КПРФ Ингалычева Екатерине Александровне. Прошу, три минуты. Спасибо. Что я хочу сказать? Во-первых, идею программы реновации, когда она только появилась, скажу честно, я лично поддержала, ориентируясь на ту программу, которая, расселение, которая была во времена Лужкова, потому что в те времена люди получали квартиры в добротных домах, это всегда было увеличение жилплощади, и так как я в те времена работала в недвижимости, я прекрасно знаю, что дома под снос пятиэтажки продавались дороже на миллион минимум рублей, потому что это было выгодно даже людям, покупая квартиру, они получали потом в новом доме квартиру всегда намного больше квадратных метров, и все в эту программу старались, стремились попасть. К огромному сожалению, реализация программы реновации сегодняшней, показала, во-первых, я признала, что я ошиблась, но и все люди, те, кто воспринимали ее позитивно, точно так же к огромному сожалению в ней разочаровались, потому что не исполняются те обещания, которые были даны мэром. В первую очередь это, конечно, этажность, ну и все остальные моменты, перечислять их не буду, сегодня они уже здесь звучали. Сегодня появилась еще одна проблема, с которой ко мне обращаются все чаще люди, это то, что предоставлять стали взамен изымаемого жилья всего лишь один вариант квартир, и ссылаются, что это соответствует изымаемому жилью, предоставленная квартира, нормы все соблюдены, и все, и никаких трех вариантов, никакой обязанности предоставлять людям даже и нету чиновников. Люди в шоке. Кроме того, под программу реновацию, как вот была у нас ситуация в Кунцево, например, захватываются, если застройщику печально известному, да, вот Пику, например, который сегодня звучал здесь также, если он положил глаз на целый квартал сталинских домов, значит, и сталинские шикарные дома, которые бы еще простояли многие-многие десятилетия, в которых люди жили с большим удовольствием, нет, их тоже как бы ведут под снос. Из тех домов, которые даже у меня в округе есть, Филидовыдкова, это, ну, стандартный набор, плохая изоляция в квартирах, это отсутствие шума, изоляции мусора, провода, лифтов, это отсутствие вентиляции, да, на, в подъездах, да, и в квартирах. Ну, почему это происходит? Ну, неужели застройщики строить не умеют? Ну, неужели ответственные чиновники не могут навести порядок, вентиляцию сделать, нормальные, чуть толще стены, чтобы люди не страдали от этой шумоизоляции? Если по первым уже домам все понятно, ну, сейчас исправить, ну, это же легко, и я не понимаю искренне, как вот чиновники, которые считают этот проект, да, реновации своим, вот таким вот гордятся, да, этим проектом, почему они не наведут порядок? То есть все, что нужно, это чуть толще стены, это шумоизоляция, это чуть просторнее дворы, парковки, и уже к этой программе будет немножечко другое отношение у людей. Почему вот нас не слышат, это, конечно, загадка. Спасибо. Да, спасибо, собственно, для того и проводим сегодня мероприятие, все эти предложения будут учтены, не просто направлены, а будем далее обсуждать это, пытаться выставить разговор с чиновниками. Еще небольшое замечание, мне кажется, очень важным, чтобы граждане учились защищать свои права, в том числе свои права в ЖКХ в сфере при переселении по программе реновации. Здесь, например, очень хорош опыт активистов, которые организуют школы ЖКХ, например, в рамках народной приемной КПРФ ВАО действует народная школа ЖКХ, которую организовала Маргарита Чуканова, это бывший муниципальный депутат, помощник депутата Обухова и ЖКХшник со стажем, очень с большим опытом и знаниями. Всех, значит, приглашаю к таким консультациям, можно подписаться на телеграм-канал, можно прийти очно, значит, консультация оказывается, это вот в наших измайловских районах. Значит, уважаемые коллеги, еще не заканчивал, у нас есть ряд выступающих с важными сообщениями о своих районах. Хочу обратить внимание, что вам роздано проект резолюции круглого стола нашего сегодняшнего. Здесь, значит, мы пока общими мазками обозначили как фиксацию ситуации, так и наши требования. Значит, большая просьба в течение, наверное, в эти двух недель присылать нам свои замечания и предложения, особенно обращу внимание, как именно на профессиональные замечания, связанные с архитектурным, строительным обыком и прочим, так это конкретные случаи. Мы просим их как в виде обращения нам на электронную почту, так и вот описать то, что мы приложили к резолюции, как такие эмпирические примеры, значит, к тем выводам, которые мы сделали. Вот, значит, почта Елена Собака-Янчук-Моск, он может подойти также к моим помощникам, вот Вячеслав, Татьяна, они контакт, значит, вам дадут. Можно также через электронную приемную Московскую городскую думу. Давайте сейчас ознакомитесь, и потом мы проголосуем. За основу возьмем резолюцию для того, чтобы потом вносить в нее правки. Ну, пока предлагаю вам с ней ознакомиться. Далее передаю слово Кучерявой Оксане Григорьевне, это житель района Измайлова, Верхняя, Первомайская, 39, там очень интересная, необычная ситуация, две минуты. И после Ирины Мускаленко также две минуты попрошу добавить. Спасибо большое, Кучерявая Оксана Григорьевна. Друзья, коллеги, у нас действительно с нашим домом уникальная, я бы сказала, парадоксальная ситуация, связанная именно с программой реновации. Дело в том, что наш дом, он пятиэтажка, но он сталинская пятиэтажка, абсолютно прочный, отличный и прекрасный дом конструкции буквы П. Он прошел реконструкцию в 2005 году, успешную, и в нашем доме была проведена надстройка двух этажей. В результате этот дом сейчас прекрасный, в нем живут люди с совершенно большими, хорошими, светлыми квартирами, прошедшие именно реконструкцию. И мы, как жители этого дома, просто из карт Яндекса узнали, что на крылья нашего дома внесены в программу реконструкции под снос. То есть, такие же сталинские дома с прочными стенами, построенные в 50-е годы, то есть, с повышенными стандартами качества. А также два дома, которые окружают наш единый архитектурный комплекс. Я хочу обратить внимание, что вот именно наш дом и те дома, которые окружают нас, это старинный архитектурный комплекс. Может быть, он не представляет исторической ценности, то есть, как художественной ценности, но историческую он точно представляет, потому что, в принципе, можно сказать, что это аналог Ленинского проспекта. Так вот, дома вокруг нас, крылья нашего дома вошли в программу реновации, под снос. В течение двух лет мы писали письма, пытаясь понять, в общем-то, какая мотивация и вообще, какие аргументы были под снос нашего дома. Последнее, что мы получили, что, естественно, это компания ПИК, которая планирует сделать у нас вот эту самую стартовую площадку хода реновацию, которая просто заинтересовалась прекрасной геолокацией нашего дома и буквально 20 секунд. Вот. И как результат, что мы на сегодняшний день имеем и почему я обращаюсь ко всем. Эти дома включили вообще безо всякой инспекции, как архитектурной, так вот исторической, любой. Потому что, когда мы начали писать в органы власти, вдруг появились инспектора и технические службы, которые хотели просто зайти в наш дом и проверить прочность стен. В результате всего этого нам пришло одно единственное письмо, это было где-то вот на 200-е обращение, что, возможно, наш дом не снесут, то есть крылья нашего дома, но в итоге построят и снесут остальные сталинские дома усиленной конструкции со смещением нашей территории и построят многоэтажку с подземным гаражом и, собственно говоря, который в дальнейшем, может быть, будет как использоваться, ну, как какое-то еще хранилище, да. К чему вот это вот весь мое обращение? Я бы, я не хочу, чтобы вот здесь уже сидят жертвы реновации, я бы хотела, чтобы вот историю с нашим домом, со сносом реально ценных для города зданий, безо всякой инспекции, с явными проявлениями коррупции, с явными проявлениями перевода программы реновации в некую коммерческую программу использовали как флагман, потому что пока там работы не начались, то есть какие-то мелкие начались, но уже приезжают технические службы и говорят, а, все равно тут все снесут, понимаете, сносят сталинские дома, сносят историческую архитектурную застройку, и это не один дом, это квартал, вот, поэтому с нашей стороны как бы, и при этом это все делается тайно, делается настолько тайно, что на наше обращение приходили письмо-отписки, а мы, в общем-то, все активные жители, только вот я написала около 30 писем, соответственно, каждый житель нашего дома также поступил, то есть огромный, в течение двух лет мы, в общем-то, строчим, просим контактов, просим объяснить, аргументировать и дать какую-то элементарную публичность выбора нашего дома как стартовой площадки. Единственное, что мы узнали от органов муниципальной, я скажу, локальной власти, сказали, мы тут все равно снесем, от вас отключим от коммуникации, вы сами съедете. Это же вообще, вот, фактически, рейдерский захват, в общем-то, исторической части Москвы. Да, ничего себе диалог, но мы понимаем, что волю какого правящего класса выражают все эти чиновники, это отнюдь не воля. Жителю Ирину Маскаленко попрошу добавить буквально две минутки. Значит, я Ирина Маскаленко из района Измайлова, значит, в районе Измайлова между Сиреневым бульваром и Верхней Первомайской улицей с 50-х годов прошлого века имеется квартал в едином архитектурном стиле с домами, построенными по улучшенным стандартам строительства и с качественных материалов и с высокой сейсмостойкостью. В данном квартале создана благоприятная среда для проживания. В домах номер 19, 21 и 21А по улице 7-я Парковая находились общежития. В настоящий момент они расселены и планируется снос этих вполне еще целых строений. Уже начались подготовительные работы к сносу зданий. У нас, жителей соседних домов, вызывает недоумение тот факт, что планируется именно снос этих добротных домов с толстыми стенами и высокими потолками. На наш взгляд, данное решение о сносе не обосновано, принято без учета мнения жителей и специалистов. Плохое обслуживание домов управляющей компанией привело к износу коммуникаций и необходимости ремонта здания. Но это не повод, чтобы сносить подобные строения, нарушать архитектурную целостность квартала. Тем более, такие работы недопустимы при отсутствии плана развития района, ну, как и города. Этим домам необходима реконструкция, которая возможна. Примером такой реконструкции является дом 39 по улице Верхняя Приломайская. Вот то, что Оксана Григорьевна сейчас рассказывала о своем доме. Жители этого дома получили качественное элитное жилье в уютном и зеленом квартале. Реконструкция не только не нарушит привлекательность района и благоприятную среду для жителей, но и уменьшит неблагоприятное воздействие на окружающую среду сокращением строительного мусора, который сейчас непонятно, как утилизируется и, в общем-то, загрязняет все кругом. Многие жители нашего района, как и я, крайне обеспокоены планируемой рядом с тройкой, так как она ухудшает наши жилищные условия, снижает стоимость нашего жилья, уменьшает инсоляцию многих квартир, но и в целом не соответствует интересам жителей. Мы требуем провести дополнительное обследование, прежде чем начинать работы по сносу зданий, и провести общественное обсуждение по данному вопросу. Спасибо. Да, спасибо большое. Присоединяюсь к этому требованиям. Я попрошу Кротова Алексея Владимировича подключиться, нам здесь помочь. Может быть, нам вместе выйти туда на адрес, посмотреть по возможностям реконструкции, выйти с проектным предложением о реконструкции, о сохранении этих домов. Я вот Анастасия Петрова знаю, хочет маленький комментарий дать. Действительно, ансамбль середины 50-х, цельный, качественный архитектор Николай Васильевич Карташов, известный в Измайлове очень интересными постройками. В данном случае, наверное, речь идет просто о консервации этих объектов с целью их дальнейшего приспособления под городские функции. И надо просто сохранить то, что мы имеем. Вот, наверное, бережное отношение к существующему мы должны учитывать. Да, это, собственно, то, чего мы бы хотели добиться. Я предлагаю тоже своим заинтересованным помочь нам в этой работе по сохранению комфортной городской среды. У нас часто говорят, что район Кузьминки это столица реновации. Вот очень интересно, а справляется ли эта столица реновации со своими столично-реновационными функциями? Сейчас нам об этом расскажет непосредственно житель района Кузьминки этой реновационной столицы Михаил Кокарев. Михаил, пожалуйста, три минуты. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Я хочу реплику архитекторам сказать, жить в современных советских пятиэтажках невозможно по многим причинам, но в пятиэтажках жить нужно. То есть эти нужно сносить, новые нужно строить. Столица реновации. Значит, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин на сайте «Строимос.ру» 24 октября заявил, что переселение в Кузьминках на данный момент выполнено на 50%, а именно переселено 17 домов из 34 запланированных. Не знаю, кто дает информацию гражданину Левкину, но по плану на первом этаже, ой, на первом этапе переселения запланировано 35 домов вместо 34. По факту из второго и третьего этапа уже начали переселять три дома. Итого 38 домов. Левкин сообщает о 34. Из них запланировано на первом этапе, из запланированных на первом этапе не переселено 21 дом. Напомню, что из 30 запланированных из 35 до конца 24-го года. Точнее, то есть получается 21 дом из первого этапа не переселен, потому что добавляли второй, третий, потому что власти промахнулись с коммуникациями, как называется, межквартальными. При этом, во время недавнего вступления в должность мэра Москвы Собянин отчитывался, что реновация на 100% исполняется и даже переезжает из второй, третьей волны. Ну, естественно, за счет первой. Чуть больше, через месяц Левкин отчитывается о 50%. Переезд, я напомню, начали с Зеленодольской в Кузьминках в 2022 году. Прошу обратить внимание, что когда наступают сложности и хочется начать играть со статистикой, власти переходят на количество людей и семей, но никак не на количество квартир. То есть посмотрите, сейчас все заявления властей. Мы переселяем столько-то семей, 500 семей, хотя реально это 200 квартир. Ну, бабушек, дедушек, всех в одну кучку. Несмотря на то, что в законе, кроме некоторых моментов, заменяется квартира на квартиру без учета количества проживающих. Что же на местах? Простая математика народного контроля учета переселения показывает, округляют цифры без единиц. На первом этапе построено около 2400 квартир. Переселено 1800 примерно. Осталось переселить примерно 1500, это без учета еще тех трех домов, которые со второго-третьего этапа. Но вновь добавили в переселение вот буквально на днях дом с маршала Чуйкова. Это второй или третий этап. Свободных квартир для переселения вроде бы 600. Но на конец этого года переселения не начались до сих пор. Что случилось? Продали, держат. Где эти квартиры? По плану, до конца 24-го года должны быть сданы в районе Кузьминки еще дома на 1800 квартир. Давайте посмотрим, что там есть. Дом на юных ленинцев, земельный участок 97,4, сдача второй квартал 24-го года. Только что мимо специально там проходил, когда ехал к вам. Две коробки стоят, снос не начит. Второй квартал 24-го года. Значит, опоздание два с полной квартала, по крайней мере, коробки еще стоят, но уже что-то убирает. Маршал Чуйкова 951-952, залит фундамент, ввод в эксплуатацию тоже в 24-м году, дома под 300-200 квартир, опоздание минимум два квартала. Волгоградский проспект 161-2, опоздание три квартала, вряд ли сдадут 24-му. Сейчас видно, что имеются серьезные проблемы с переселением граждан в районе Кузьминка, как бы не отчитывались власти. При этом сданный дом на Волгоградский проспект 155, началось переселение домов со второй и третьей волны. И получается, что в связи с тем, что они не достроятся к 24-му году, вот эти 50%, о котором говорит Левкин, легко превратятся в 70% реализованности, но где-нибудь тысячи человек будут перенесены. Конкретно мой 118-й квартал, 118-й дом корпус 2, уже намекает у права о том, что вы, ребята, к 26-му году переедете. 9 лет мы ждем обещаний. Спасибо. Да, спасибо. Схема, похоже, кручу-верчу, запутать хочу. Очень, значит, выглядит, мягко говоря, непрозрачно. Вот люди вынуждены сидеть на чемоданах, а потом еще непонятно, какого качества квартира, потому что у нас также много замечаний, собственно, о большом количестве недоделок, которые просто с боем можно добиваться устранения. Часто людям приходится добиваться устранения за свой счет, а потом проходит некоторое время, и, допустим, выяснилось там, что были такие недоделки, которые проявляются со временем эксплуатации, и людям приходится довольно много тратить, большое количество жителей у нас с этим столкнулось. Далее передаю слово депутату Московской городской думы, члена фракции «Справедливая Россия» Тимонову Михаила Леонидовичу вынуждена говорить, что признан Минюстом иноагентом. Спасибо, коллеги. Да, я Тимонов Михаил Леонидович, действительно назначен Минюстом иноагентом, что оспариваю в суде. Что хочу сказать по реновации, по теме, по нашей. Понимаете, реновация совершенно очевидна, идет не так, как нам в свое время обещали, и влечет за собой совершенно очевидно переуплотнение города. Мне, в общем, это все было очевидно с самого начала, поэтому, ну, наверное, первое мое выступление перед большой в несколько десятков тысяч человек аудитории состоялось вот тогда, 14 мая 2017 года на первом антиреновационном митинге на Сахарова. Ну, наша борьба, в общем, не прошла даром. Да, в Соколиной горе у нас в реновацию вошло 68 домов, там 4 в процессе, 2 площадки есть. Преображенка, всего 14 домов вошло в реновацию, да, и 2 площадки пока под них выбрано. Богородская изначально планировалось ввести 184 дома в реновацию, 49 нам удалось вывести, 9 потом зашли обратно, в общем, 144 дома, 40 домов минус. При этом, что интересно, в Соколиной горе вот из 21 запланированного дома 20 выше 14 этажей, в Богородском 36 из 40 запланированных больше 14 этажей. Мой законопроект об ограничении законодательной максимальной этажности реновационных домов 14 этажами, как это в свое время обещал мэр Сергей Семенович Собянин, естественно, завис, и коллеги по оппозиционным фракциям, да, не дадут соврать, к сожалению, как и большинство законопроектов оппозиции. На мой взгляд, нынешний механистический абсолютно подход мэрии к москвичам напоминает отношение, знаете, фермера к своему стаду, которое должно просто доиться, то есть платить налоги, а чтобы это было максимально экономически эффективно, надо это стадо скучить вот на максимально маленьком пространстве, да, обеспечить там на этом вот маленьком пространстве поступление еды и отвод, так сказать, отходов жизнедеятельности, и все, и будет счастье с точки зрения, видимо, мэрии. Но только мэрия забывает, что мы не стадо в ее владении, москвичи это избиратели и налогоплательщики, а значит, москвичи это хозяева города. Если мы хозяева города, ну, очевидно, надо вот эту совершенно уже очевидно плохо идущую программу сильно менять. Собственно, я постарался сэкономить время, обещал две с половиной минуты, уложился. Спасибо, друзья. Да, спасибо большое. Собственно, мы уже преодолели порог два часа, который был нам отведен. Опять же, спасибо аппарату, что нас терпит и не выгоняет, но, опять же, мы не можем этим злоупотреблять. У нас есть еще два записанных выступающих, и после этого уже будем завершать наше мероприятие. Повторюсь, это не единственное мероприятие, которое мы проводим, и дискуссионных площадок и иных форм будет еще много. Сейчас я предлагаю нам всем проголосовать за тот проект резолюции, который был предоставлен. Повторюсь, это за основу. Мы очень ждем ваших предложений по итогам сегодняшних ваших выступлений, тезисов, также тех, кто сегодня хотел выступить, но не выступил. Очень ждем этих предложений в течение двух недель. Значит, предлагаю проголосовать за резолюцию. Кто поддерживает за основу предложенную резолюцию? Прошу поднять руку. Спасибо. Кто против? Нет таких? Воздержался? Нет. Спасибо. Тогда продолжаем. У нас еще два выступающих. Представляю слово Самсону Шаладеми. Это муниципальный депутат района Лефортова, известный общественный активист. Самсон, пожалуйста, три минуты. Я коротко расскажу о такой проблеме, которая возникла не только в анимационных домах в основном. Как известно, сегодня уже упоминал, что большинство анимационных домов, когда вступают дети, там передаются управляющие компании, это жилищник. И есть такая проблема, что сейчас люди не могут пользоваться провайдерами, подключаться к интернету, потому что сейчас со стороны жилищника происходит препятствие к подключению новых провайдеров. Идет необоснованное повышение тарифов. В частности, я расскажу одну историю, которая случилась у меня в районе. Ко мне обратились два жителя нового анимационного дома по адресу проезд Шелихова, дом 9, корпус 1. Это на территории бывшего завода Серп и Молот. Заселение там началось в июле, но до сих пор в доме нет интернета. В августе и в сентябре провайдер ТКТЛ начал подключение, но три недели назад приостановил свои работы, так как управляющая компания, то бишь жилищник, не предоставляет им доступ в технические помещения. Управляющая компания объясняет это тем, что провайдер отказался заключить договор. Провайдер утверждает, что управляющая компания отказывается сама со своей стороны заключать договор. То есть, ситуация патовая, а в итоге страдают жители, которые не могут пользоваться интернетом. Я стал копаться. В чем, собственно, делал, что происходит? Оказывается, что провайдер в нескольких округах Москвы, я сейчас прошу обратить на это внимание депутата Мосгордумы, в нескольких округах Москвы со стороны ГБУ жилищник стали приходить письма о том, чтобы они были проведены проверки законности размещения в домах оборудования, проектной документации, а также с требованием о переносе кабелей, проложенных воздушным путем в подземный коллектор. В случае отказа заключать провайдер со стороны провайдеров новый договор на новых условиях, эти операторы связи теряют доступ в эти дома. Также по новым договорам сейчас поднимаются расценки, то есть если раньше за подключение к дому провайдер в среднем платил 300-500 рублей, то сейчас уже до 2000 рублей доходит. И как рассказывают те же провайдеры, что инициатива с расторжением и с последствием заключением новых аферт связана с поручением со стороны ряда префектур в разных округах Москвы. С чем это связано? Как некоторые управляющие компании пытаются склонить оператор к новым договорам до вступления в силу закона, который обязывает к бесплатному размещению оборудования в жилых домах? Напомню, что в этом году летом Госдума поддержала такой законопроект в первом чтении в июне этого года. Соответственно, к сожалению, пока еще этот законопроект не вступил в силу. Соответственно, сейчас с чем мы столкнемся? Если ГБУ-жилищник не дает провайдерам доступа, соответственно, либо провайдер просто из этого дома уходит, либо там будет только какой-то один монополизированный провайдер, а в итоге все это сложится в том, что люди больше денег за подключение. Я бы просил депутата Мосгордумы обратить на эту проблему внимание и, может быть, на следующем заседании Мосгордумы как-то привлечь к ней внимание государственных органов. Да, хорошо, я попрошу тогда соответствующее обращение, можно на мои имя направить заодно, сделаем просто еще запрос, можно депутатский. Да, Андрей Николаевич, буквально 30 секунд. Да, пожалуйста, быстро очень. Хотел спросить, почему вообще по умолчанию обслуживание всех ревновационных домов передается ГБУ жилищник. Я бы попросил депутатов проверить на антимонопольное законодательство, не мог бы этим заинтересоваться случайно ФАС. Мне кажется, кто первый назначен обслуживающей организацией из-за сложности проведения ВОЗ, он и остается. Может быть, стоило бы разыгрывать на тендере обслуживающую организацию? Возможно, да, спасибо. А, значит, далее предоставляю слово последним нашему записавшемуся Цыганковой Раисе Владиславовне, член Народного Совета Алтухева. Три минуты, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. По проекту реинновации у нас попадает микрорайон Бескотникова-2. Это небольшой микрорайон, всего 72 гектара. Это 800 на 900 метров. Маленький жилой район. Из 80 домов 50 подлежит сносу. Но в нашем районе по проекту реновации имеется особенность, которая, наверное, свойственна только нашему району. Помимо увеличения плотности в три раза, уменьшения, резкого уменьшения зелени, отсутствия гаражных мест и так далее, проект реновации предлагает нам пять новых сквозных дорог по нашему маленькому микрорайону с разделением микрорайона на семь частей. В данный момент по центру жилой зоны района посередине строится северный дублер МКАДа с потоком машин 3000 машин в час. И предлагаемые дороги, которые, они имеют все съезды с северного дублера на дублер Алтуфьевского шоссе. Дублер МКАДа в одном уровне пересекает Алтуфьевского шоссе, имеет четыре светофора и посередине разворотный круг на 360 метров. То есть однозначно будет пробка и машины хлынут по нашему району. То есть полное нарушение целостности района, комфортности и особая опасность для детей. По рейтингу мы опускаемся вообще на последнее место из 147 районов Москвы. Вторая особенность. Проект реновации принят в 2020 году. В 2021 году активистами района, жителями района удается добиться вывода мусорного завода с территории района. И данная территория по постановлению 2021 года подлежит застройке. И 19 из 50 домов будут расселены именно на этой территории. Очень просим помочь с учетом выделенной территории дополнительной мусорного завода, бывшего мусорного завода, уменьшить плотность и высотность застройки Микрону Бескудникова 2 с учетом переселения жителей 19 домов на территорию Алтойской шоссе 51. Выделить не менее 30% площади застройки согласно постановлению 996-го для организации зеленых территорий общего пользования. Не продлять, не делать сквозными улицами проезд Черского и Бегачева. Также внести изменения в проект с учетом пешеходной ориентированности с приданием микрорайону Бескудника статуса пешеходной. Спасибо большое за внимание и очень просим помочь нашему району. Мы неоднократно были в генплане на приеме Укрестмейна, в Московом архитектуре Книжевской, несколько раз Укрестмейна в департаменте градостроительной политики, строительства и так далее, сотни переписки, но все безрезультатно. Очень просим помочь нашему району. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое за выступление. Также прошу в наш адрес направить соответствующее обращение и направить свои предложения в резолюцию. Коллеги, тогда на этом завершаем работу нашего круглого стола. Спасибо большое аппарату Московской городской думы, которая это все прекрасно организовывает и терпит нас, хотя мы постоянно превышаем время. Повторюсь, это не последнее мероприятие, которое мы проводим, посвященное программе реновации. Все ваши предложения, пожелания я очень жду не только в рамках резолюции, но и в целом в рамках развития градостроительной политики. Спасибо всем большое за участие в выступлении и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова